Начали запись, поэтому приветствую всех тех, кто к нам присоединился только что, кто будет смотреть эту презентацию в записи. Остальные слушают меня уже 20 минут, такой безумный поток речи, но тем не менее, это Worldwide Developers Conference 2012, на которой Тим Кук, команда и, не знаю, еще кто-то, покажут нам очень-очень-очень-очень много интересного. Здесь и софт Mountain Lion iOS 6, здесь и железо, это, скорее всего, новые iPod и, скорее всего, новые MacBook, причем, что покажет Apple, до сих пор не знает никто. Куча всевозможных фоток разной степени жуткости, разной степени качества, но при этом однозначно сказать, что же, что же будет на этой конференции, никто не может. По, уже, наверное, традиции, и это отличительная черта Apple в каком-то смысле, потому что сделать из заурядной конференции, из заурядного события, ну, что такое демонстрация компьютера, ну, это смешно на самом деле, да? Но вот именно такая подача позволяет нам сегодня здесь сидеть, и вы смотрите меня, я делаю для вас вот подобные вещи, и это очень хороший плюс. Давайте откроем шампанское, наверное, да, пока у нас есть 5 минут. Это традиция, пускай это будет хорошей традицией, потому что в прошлый раз я открывал шампанское, и это очень здорово. В этом году я предлагаю, если у вас есть любой напиток, будь то алкогольный или не очень алкогольный, открыть шампан, шампанское, открыть его и выпить в память о Стиве Джобсе. Давайте сделаем вот такой вот интересный хинт ушами, хинт в каком-то смысле. Если это сейчас шампанское бахнет, твою мать, в общем, оно бахнуло, никого не убило, все живы. Так, ну, наливаем. В общем, Стив Джобс у нас с помпой ушел, я так чувствую. Так, я здесь. Ну что, ребята, давайте выпьем в память Стива Джобса, я надеюсь, что у нас все будет хорошо, эта конференция пройдет без сучка, без задоринки, а я надеюсь, что все будет здорово. Давайте я напишу, что в Твиттер, что осталось 5 минут буквально, и начинаем. Бахнуло так, что я аж прям это, прифигел не слабо. Ура, осталось 5 минут, 5 минут, я пока пью шампанское. Ваше здоровье и память о Стиве Джобсе предлагаю сделать вам то же самое. Шампанское полусладкое, боже, мне жена отдала, сказала, вот эту вот гадость пей, а хорошее шампанское не трогай. Поэтому, конечно, пить эту гадость я не буду. Так, ребята, и пока у нас осталось 4 минутки, 4 минуты до начала, кто подписан на Твиттер или Инстаграм или любой другой социальный сервис, где есть Vilsa.com, тот знает, что это такое. Вы знаете, что это такое? Это ремешок TikTok Lunatic, аналогичный вот этому, только это белая версия. Белая версия, видите? И второй момент, у нас тут есть iPod Nano. И это iPod Nano серебряного цвета на 8 гигабайт. Все вместе это часы от Apple, TikTok Nano и iPod Nano серебряный классный. Вот так это будет выглядеть, как мои, да? Вы сможете запускать вот такого классные часики с... Сейчас я сниму, покажу, как это выглядит. Вы сможете запускать вот такие часы с Микки Маусом. Видно, да? Я надеюсь. И это, вот это, мы разыграем в конце презентации. Я отдам его тому, кто смотрит эту презентацию. Правила я расскажу в конце этой презентации, и вы сможете принять участие на удачу. Кому повезет, тому повезет. Вот такая вот у нас сегодня будет сюрприз, приз, я не знаю, розыгрыш, конкурс, называйте, как хотите. Так, ну и, соответственно, отправлю я по всему миру, в принципе, почту России. Если человек из Москвы, то я встречусь, никаких больше ограничений нет. Я желаю всем удачи, я надеюсь, что всем повезет, и все будет хорошо. Так, мы потихоньку возвращаемся в наше с вами пространство медийное. Смотрим, что тут происходит. Давайте, я периодически делаю скриншоты, просто для того, чтобы понимать, сколько людей нас смотрит. Нас уже смотрит около 5000 человек. И спасибо всем тем, кто смотрит, и спасибо Юстриму, что он нам дал такую площадку, и мы можем это все делать. Это большой-большой успех, большой-большой плюс. Опять же, несмотря на то, что про условия конкурса я расскажу вам чуть позже, смотрите, давайте немножко начнем читать. Несмотря на то, что условия я расскажу попозже, начинайте регистрироваться в Твиттере, если вас там нет, и follow it, follow it. Так, на сцене стоят... Так, сейчас я, по-моему, что-то не то включил. Вот так будет. Так, ребята, на сцене, на сцене стоят... Да, все правильно. На сцене стоят макбуки. Макбуки стоят на сцене, то есть, соответственно, будут показываться Mount Online. Но это, на самом деле, понятно было и так. Это все тот же веселый дядька в кепке. И вот, как выглядит сцена, чтобы вы понимали, да, Apple Logo, рядом стандартная, на самом деле, стоечка с этими самыми известными компьютерами, где нам покажут Mount Online. Я смотрел Developer Preview 1, я смотрел Developer Preview 2, я смотрел Developer Preview 3. Ну, в бета-версии это было ужасно. Это было очень плохо, ничего там интересного не было. Так, ну что, до начала презентации остается буквально одна минута, ребята. Я с чем вас и поздравляю. Так, в чате, Вилса, в чате Apple Insider только о тебе и говорят. Ну, это хорошо. Это хорошо. Нет, ребят, Apple Insider тоже молодцы. На самом деле, то, что они делают, у них там фотографии из Moscon Center. В общем, они, я считаю, наверное, самый адекватный блок, который ведет подобную вещь. Да, я не хочу ни в кого втыкать пальцем, но тем не менее. Так, ну что, спасибо за ваши твиты. Мы начинаем. Ну, пока, пока народу очень много. Очень много, они пишут, что очень много знакомых. Музыка становится громче. Так. Ну, в общем, они говорят, что вот он. Вот он, Apple Logo, вы видите, да? Ну, на самом деле у нас это все будет обновляться автоматически, поэтому я свои руки убираю. Я держу бокал шампанского в руках. Еще раз, у нас тут рядышком есть Стив Джобс, который поддерживает. И с благословления Стива Джобса мы начинаем эту самую презентацию, эту самую конференцию. Они пишут, держите свои браузеры, чуваки, мы начинаем. Ну, начинаем. Давайте, ребята, из Engadget. А где-то там уже Тин Кук. Вы чувствуете, да, дрожь в коленях? Я чувствую, серьезно. Так. Вот тут есть кнопочка Jump to Now, нам говорят. Это очень хорошо, потому что именно таким образом мы сможем, если отстали, все время возвращаться к... Оооо! Вот это логотип, да, вы видите? Ха-ха! Начали с Siri. Вот так вот. Еще на сцене нет никого, уже есть Siri. Давайте посмотрим и спросим, что там Siri, Siri. Она говорит, я в Сан-Франциско. Я в Сан-Франциско, ура! Что она тут говорит? Вопрос, видимо, сколько разработчиков здесь находится и никаких hardware проблем нету, я так понимаю. Siri, say hi. Hello, Siri. Hello, Siri, говорит нам. И спасибо ей в том числе. Так. Пока что-то они не говорят, что происходит на экране. Вы видели, да, было Siri, была карта Сан-Франциско. Теперь какие-то Cold Names, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Frollo. А, это название андроида, это понятно. То есть нам что будут представлять, андроид для айфона или что сейчас происходит? Шучу. Так, кто-то мне тут звонит, непонятно. Так, отключаемся. Дрожь в коленях меньше пей, мне тут пишут. Ну, это, конечно, понятно. Меньше пить это всегда хорошо. Но, тем не менее, пока у нас происходит какая-то непонятная ситуация. Так, ну, что, на этом у нас пока все зависло. А, они показывают GarageBand. Они показывают GarageBand. Я не понимаю, это огромная картинка. Это что значит? Siri на iPad или что это? Так. Ай, 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 ай. Jump to now. Я чуть не туда нажал. Снова Сан-Франциско. Доброе утро. Кто говорит доброе утро? А, Тим Кук на сцене. Ребята, Тим Кук на сцене. Он говорит доброе утро. Доброе утро, Тим Кук. Здравствуй. Он говорит спасибо, спасибо вам. Всем спасибо. Сегодня 11 июня. И you guys rock. Вы крутые. И вы тоже крутые, потому что смотрите презентацию от Vilsa.com. Еще раз вам спасибо. Так, ну, пока до сих пор я, 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 я читаю, что они пишут. Но они какую-то пишут так. У нас отличная неделя. Мы запланировали отличную неделю. И у нас будет реально крутые вещи, которые мы покажем вам этим утром. Это 23-й World Wide Developers Conference. И это старше, чем многие из вас. То есть на конференции многим меньше, чем 23 года. Вот он, Тим Кук на сцене. Ура, ребята, Тим Кук. Тим Кук крутой мужик, серьезно. Я смотрел, когда All Things Digital с ним, мне очень понравилось. Кто-то говорил, что он не столько ритматичен, как Стив Джобс. Кто-то говорил, что он вообще не тянет на роль там CEO Apple. Я так не считаю. Я считаю, что Тим Кук, он молодец. Он молодец. И он крутой. Так. Наши 23-е... Билеты на эту конференцию были проданы за 1 час 43 минуты. Народ туда приехал из 60 стран. И будет проведено 112 сессий в 125 лабораториях. Больше тысячи инженеров Apple будут работать с теми, кто пришел на World Wide Developers Conference. Это не просто мероприятие. То есть Keynote это открытие. А дальше разработчики смогут общаться друг с другом, делиться опытом. Им будут рассказывать, как лучше делать те или иные вещи. Поэтому это отдельная песня. И он, собственно, об этом и говорит. Я бы хотел начать этим утром для того, чтобы сделать несколько апдейтов в App Store. Анонсировать несколько апдейтов в App Store. И рассказать что-то... Рассказать о каких-то очень интересных приложениях. Размеры App Store просто огромные. Более 400 миллионов аккаунтов в App Store. Вы представляете себе? 400 миллионов аккаунтов. Это три России. Современные три России. Все эти аккаунты с кредитками. И они... One Click Buying. Это значит, что очень просто им, этим людям, купить приложение. И это магазин, у которого больше всего аккаунтов с кредитными карточками где-либо в интернете. Просто гигантское место, да? Сейчас в магазине более 650 тысяч приложений App Store. И больше 225 тысяч для iPad. Специально для iPad сделанных. Так. This company... Just few hundred. Так, это я не понял, что он сказал. Ну, в общем, он говорит о том, что... App Store, да? Сейчас рассказывает о том, какой крутой App Store. Так, у меня отключился iPad. Я как дурак сижу с шампанским. Так. Он говорит о том, что на сегодня скачали 30 миллиардов... Биллион... Это миллиардов. 30 миллиардов закачек из App Store. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Я даже не знаю, сколько это вообще в величинах. Это очень-очень круто. Это прям вот безумно круто. Мы заплатили более 5 миллиардов разработчикам. И это, в общем, полный пиндец. Вот. То есть Apple дает деньги разработчикам. Но, как вы знаете, они кое-какой процент забирают себе. Поэтому, когда вот показывают такой забавный чек, нужно говорить о том, что, конечно же, Apple тоже на этом не кисло наварилась. Я допиваю и убираю. 32 страны влились в App Store. И теперь их 155. К сожалению, нету Северной Кореи. Извините. Я не знаю, это Тим Кук пошутил. Или ребята из Engadget. Но, так или иначе, это забавно. Россия, к счастью, есть. Хоть и в обрезанном виде, потому что у нас нет iTunes. Ну, в общем, для нас, для Apple и для... Так, что тут? Что тут? Для Apple это, в общем, огромное достижение. И вообще, вот эта вся история с App Store, когда он был запущен, это очень-очень значимая, очень серьезная вещь. Ничего не может сделать нас счастливее, чем сотни и тысячи разработчиков вокруг во всем мире, использующих наши разработки, наши компьютеры, наши софтверы, чтобы создавать и делать великие вещи. Ну, соответственно, это... Эти удивительные вещи меняют человеческие жизни. И, в общем, он пустился в философские рассуждения о том, что это очень-очень значимый момент. Ну, действительно, на самом деле, я тоже сейчас сижу и читаю все это с MacBook Pro. И не было бы MacBook Pro, поверьте, не было бы этого лайва. И сейчас он хочет показать видео с Highlight. Это как бы особыми моментами из всего того, о чем было сказано. Соответственно, гаснет свет, и сейчас будут показывать видео. Видео мы, к сожалению, не увидим. Оно будет чуть позже. Опять же, доступно, скорее всего, на официальном YouTube-канале Apple. То есть, немножко резюмируя то, что сказал сегодня сейчас Тим Кук. Ну, вот вы видите, да, то есть там всякие красивые люди радостные, но Apple умеет снимать подобного рода ролики. У них это получается очень здорово. И, в общем, там счастливые разработчики прыгают по кустам. Ну, в общем, это как бы значимый такой формат, да. Так. Ну, в общем, да, да, люди рассказывают о том, что iPhone помогает нам вообще просто крушить горы. И это реально очень круто. И это прям вот путь, там, свет в конце туннеля. Ну, в общем, на самом деле, это такие розовые сопли. Но Apple всегда начинает с подобных вещей. Они всегда начинают долбать людей статистикой, чтобы показать, какие мы велики, рассказать о своих достижениях. Но делают это, знаете, так, не так напряжно, как, например, тот же Samsung в последний раз, когда показывал Galaxy S3. Там у них как-то получилось скомканно. Выходили разные-разные люди. Говорили об одном и том же. Было не весело. Здесь же нам показывают ролики, нам рассказывают укрупненно, да. Вот 30 миллиардов загрузят, 5 миллиардов баксов мы заплатили. Такие цифры, которые направлены на умы разработчиков. Еще раз, в первую очередь, конечно же, это все, как бы, это все вот в... Как бы, ну, направлены на то, чтобы их, как бы, скажем, стимулировать, покупать, продолжать, развивать и так далее. Сейчас я почитаю. В ролике... В ролике было показано о том, как iPhone... iPhone, представляете, слепой, слепой шел с iPhone. То есть iPhone ведет слепого полюса, да. Ну, в iPhone, на самом деле, очень много функций для инвалидов, да. Вы знаете, что там есть универсальные возможности. И там действительно очень-очень много всего подобного. И то, что iPhone... Ну, не то, чтобы впереди планеты всей, но они очень трепетно относятся к подобного вещам, рода вещам. Это однозначно. Так. Что здесь происходит? Ну, в общем, показывали Мумбай, трущобы. В общем, это, знаете, такая игра на контрасте, да. Вот у нас есть iPhone. Это, как бы, вот такая вот технология. Это очень круто. И при этом нам показывают слепого в лесу, Мумбаи, завалы. Как это все помогает вот в таких вопросах. Теперь еще какие-то страшные картинки. Ну, в общем, это, наверное, неплохо, нехорошо, да. Ну, да. То есть он помогает детям вот на этой картинке, да, с удовольствием изучать человеческое строение, строение человеческого тела, скелет и так далее. То есть это Power of 3D Anatomy. Это приложение есть также для iPad. Ну, то есть это реально очень крутое приложение. И о чем я и говорю, да. То есть нам сейчас показывают, что Apple – это не просто железка. Это не просто софт. Это что-то вот, что делает жизнь людей лучше. То, что позволяет им создавать новые вещи. И все в таком ключе. Это неплохо, нехорошо. Это, наверное, правильный настрой. То есть это позволяет создать настрой, с которым люди подойдут к анонсу новых железок. Потому что показать просто железку – это одно. А вот подвести их и правильно… Это еще, на самом деле, зародилось как раз при Стиве Джобсе. Правильно их подвести нужной тропой к тому и в определенный момент ошарашить – это отдельная песня. Ну, вот сейчас на этой картинке вы видите, да, как iPad, подключенный к компьютеру, на нем как раз крутит скелета и показывает детям в каких-то трущобах о скелете. Ну, не знаю. Наверное, это здорово. Теперь… Чего я вам показываю? Теперь… Ну, вот смотрите. Да, продолжается вот эта эпопея с… Так. Ну, продолжается, да, что вот безумно классные приложения, все очень здорово. Давайте я пока схожу на наш канал Ustream, посмотрю, сколько людей нас смотрит. А нас смотрит пять с половиной тысяч человек. А еще раз спасибо вам. Не устаю говорить спасибо всем тем, кто смотрит и продолжает смотреть презентацию. Это очень здорово. Так, я пока читаю ваш социал стрим, потому что… Так. Тут кто-то говорит, что на главной странице Ustream идет live. Мне писали об этом. Там кто-то снимает из-за спины с телефона. Скорее всего, его сейчас под белые руки выведут. И главное, что там ничего не видно, поэтому такой live нам не нужен, я так думаю, да. Хотя, хотя, смотрите, как хотите. Ну, продолжается, да. Вот здесь белый iPhone. Apple помогает проще относиться к многим вещам, соответственно, это и дизайн чего-то, инжиниринг чего-то, соответственно, рисовать какие-то скетчи, что-то еще делать. Так. Ну, в общем, на самом деле, они пускаются дальше в дебри вот этой вот конструкции, что у нас простые вещи, позволяющие делать удивительные там что-то там. И это, опять же, не хорошо, не плохо. Мы продолжаем смотреть какие-то невнятные картинки. Ну, продолжается вот эта вот, опять же, идея, что iPad – это некое связующее звено между многими людьми, которые, ну, могут, опять же, общаться с другими своими родственниками, еще с кем-то. Это хорошая площадка для детей. Я, как человек, у которого уже аж целых два ребенка, подтверждаю эту мысль. Моя старшая дочка с удовольствием играет на iPad, и все те приложения, которые есть, ей больше нравятся, чем их аналоги, не цифровые, потому что те же пазлы, те же какие-то азбуки, все это в большей степени ее веселит именно на iPad. Теперь нам показывают, рассказывают о разработчиках, о том, как они делают программы для iOS, и насколько это классно, здорово и супер-супер-пупер круто. Ну, они рассказывают, что это очень здорово, что люди могут настолько получать удовольствие от всевозможных приложений, что, собственно, вот так вот это происходит. Ну, это очень здорово. Так, что тут у нас дальше происходит? Почитаю ваш чат. Что представят первым на World Wide? Я думаю, что первым представят Mountain Lion. Скорее всего, это оправдано, потому что о нем уже что-то говорили, и это, на самом деле, первый продукт на этой конференции, который мы, хоть краем глаза, но видели. Остальные это будет все-таки, несмотря на всевозможные слухи, это будет, ну, не шок, а в каком-то смысле сюрприз. Поэтому это отдельная песня. Ну, опять же, смотрите, какие-то индуско, да, как это называется? Так, Тим Кук возвращается на сцену. Я специально не стал читать, что там происходит, потому что они какую-то билиберду говорят о том, как здорово разрабатывать, ла-ла-ла. Нам с вами это все-таки до фонаря, по большому счету. Поэтому мы ждем анонсов железа, софта. Вот, Тим Кук вернулся на сцену. Ура, родной, здравствуй. Так, и что он говорит? И это хорошее напоминание, что мы с вами здесь делаем. Он говорит, этот ролик, который вы сейчас посмотрели, это отличное напоминание, что мы здесь делаем и что мы должны делать. Тим сказал, он думает, что разработчики здесь, в зале, для того, чтобы создавать удивительные приложения. Все хлопают, все аплодируют, и он, соответственно, появляется слайд «Спасибо, спасибо вам». Ну, в общем, очередной раз подлезались к разработчикам, сказали, что чуваки, вы крутые, ваши 5000 одинаковых приложений, которые заполонили гребаный App Store, спасибо вам. Еще раз, мне хочется, чтобы Apple немножко поработала над технологией мониторинга, модераторства, рейтинга и так далее, потому что то, что сейчас происходит в App Store, меня абсолютно не устраивает. Итак, что нам сегодня покажет? Верните этот слайд, зачем вы его убрали. А-а-а, Mount Online, iOS 6 и еще какой-то MacBook непонятный, ну, не хочет он нам возвращать. В общем, там был MacBook Air, на мой взгляд, да. А-а-а, и теперь время для Фила Шиллера. Это вице-президент Apple по маркетингу. Да, сегодня нам расскажут об апдейтах Mountain OS X и iOS 6. Да, самая iOS 6, которая уже тоже по большому счету не сюрприз. Good morning, everyone. Доброе утро всем. Я надеюсь, у вас тут полный вообще улет. У нас тут улет, Фил. У нас тут шампанское льется рекой. Покажите нам Фила Шиллера. Ставлю 5 долларов, что он в зеленой рубашке. Ну-ка. В зеленой рубашке? Нет? Нет? Да? Нет? Нет? Если кто-то смотрит нас младше 18 лет, то алкоголь это плохо. Алкоголь вредит здоровью и в общем-то это не очень хорошо. Кто-то пишет айпода не будет. Я не знаю. Вы знаете, это как бы мое предположение, что будет айпод. Я думаю, что скорее всего должны показать, потому что уже какая-то нездоровая ситуация. Последний раз тот же айпод тач обновляли аж в целых два года назад. Ну что, либо надо уже закрывать линейку, либо тогда его как-то еще раз обновлять. Я ожидаю, что айпод тач нового поколения будет обновлен до железа сегодняшнего айфон 4s. Это логично. И об этом я не раз рассказывал вам в подкастах. Я рассказывал это во многих видео и так далее. А у нас почему-то зависло. Где Фил Шиллер? Я поставил 5 долларов, что он будет в зеленой рубашке. Ты проиграл мне 5 долларов, кто-то пишет. Ну, покажите. Я не видел еще Фила Шиллера. Я пока пью шампанское. Так, зовите, зовите своих друзей, чтобы они смотрели с нами конференцию, 5700 человек смотрит конференцию. Ура-ура-ура. Ну что, у нас пока ничего не происходит. Ну где Фил Шиллер, алло? Нету. Нету Фила Шиллера, к сожалению. Так, ну я надеюсь, что... Тот спрашивает, курю ли я. Нет, вы знаете, не курю. Да я в принципе и не пью, на самом деле. Вот это вот, это так ради перформанса какого-то, да? Тем временем уже прошло целых 18 минут с момента начала презентации, а пока ничего интересного нам не показали. Нам рассказали, что разработчики крутые, им заплатили много денег, но мы это и так знаем. Где? Что случилось с Engadget? Там почему ничего не обновляется? Алло, Engadget? Давайте посмотрим на The Verge, потому что что-то опасно. Там уже, блин, идет дальше. Алло, Engadget, что за тормоза такие? Ну тебя нахрен. Так, мы переходим в формат The Verge, пока Engadget повис. Да, Фил Шиллер в зеленой рубашке. Да, я знал, что быть зеленым. Так, новые MacBook'и, новый MacBook Air. Так, ставим стаканчик, поехали смотреть. Итак, это новое поколение процессоров от Intel, которые имеют кодовое название Evi Bridge. Dual-Core i7, Turbo Boost до 3,2 ГГц, шина прокачена до 1600 МГц и до 8 ГБ оперативной памяти теперь будут устанавливаться и до 60% быстрее графика. Так, поехали, поехали, поехали. Flash Storage, это SSD жесткий диск на, я так понимаю, MacBook Air будет увеличен до 512 ГБ. Об этом сегодня, кстати, писал 925 Mac. Так, ну, что тут так обновляется бестолково? Так, теперь у нас есть поддержка USB 3 и USB 2 на ваше усмотрение, что хотите. FaceTime камера, та, которая находится у iSight, она же iSight раньше называлась, теперь она, видите, называется FaceTime камера, она была проапгрейд, ее обновили до 720p, теперь она снимает в HD Ready. Так, MacBook Air у нас придут в 11 и 13 дюймовых версиях. Разрешение, да, разрешение, ребята, не Retina, не Retina 1366 на 768 или это он говорит о том, что это было раньше. Нет, все правильно, да, 5, нет, или это старые модели, я что-то не пойму. А, все, я понял, я понял. Значит, 1366 на 768 это разрешение 11 дюймовой модели и 13 дюймовая модель имеет разрешение 1440 на 900, то, что было раньше. Теперь она, значит, 7 часов работы, 128 либо 256 гигабайт SSD и и они поступают в продажу сегодня. Новый обновленный MacBook Air вы сможете забрать в локальном Apple Store прямо сегодня. Завидую всем, кто находится сейчас где-то в Америке, они смогут купить новые MacBook прямо сейчас. и так же мы обновили MacBook Pro. Наши потребители реально беспокоились о том и как бы, ну, care about, это, наверное, заботятся о том, как они, о скорости, с которой они получают музыку, видео, дизайн устройств и так далее. И, конечно же, MacBook Pro тоже про апгрейджены до EV Bridge и это 2,7 ГГц Quad-Core i7, более мощные процессоры, само собой. Конечно же, опять же, Turbo Boost, но теперь до 3,7 ГГц. Это 8 ГБ 1600 МГц. И, да, то, что показывал, на самом деле, китайские сайты, материнские платы, были фотографии. карточка GeForce GT 650M, 1 ГБ видеопамяти и, опять же, на 60% быстрее. Давайте вернемся к... Да, у нас, походу, завис просто Engadget, мы сейчас его обновим. Алло, Engadget, обновись. Да, обновился Engadget, ура, давайте вернемся к нему. Так, так, значит, 13-дюймовая модель. Так, опять же, USB 3.0, на MacBook Pro. 13- и 15-дюймовые модели не показали 17-дюймовую модель, как, опять же, мы, как мы и слушали, слышали, слушали, 17-дюймовая модель уходит с рынка. Не, не нужна она, по большому счету, никому. Итак, 13-дюймовая модель, ну, ребята, это уже не смешно. 1280 на 800 дисплей, ну, это как-то совсем печально, потому что это разрешение очень слабое, то есть, это реально очень-очень плохое разрешение, потому что оно, как вам сказать, хуже, чем у MacBook Air аналогичной диагонали. Почему так происходит, я вам не смогу ответить. Что касается 15-дюймовой версии, она имеет, ну, вы видите, все, опять же, нету, нету SSD в базе, опять же, жесткие диски стандартные, цены, все понятно, и поставки начинаются сегодня. То есть, на самом деле, я так вижу, что это миноритарное обновление линейки как Air, так и MacBook Pro, и революции, которую мы с вами ждали, так снова и не завезли, потому что никаких обновленных, тонких MacBook Pro, ретина дисплеев, SSD в базе, отсутствие оптических приводов, я так понимаю, что они там остались, поэтому, у кого сейчас есть MacBook 2011 года, можете выдохнуть, потому что ваши компьютеры не так устарели, как вы этого опасались, потому что, ну, обновление, по сути, действительно, просто получило новые, новые процессоры, новую графику, новую памяти побольше, но это все, в общем, опа, что-то новое. Так, ребят, пока я рассказывал, тут что-то происходит. Так, вы знаете, что MacBook Air, а это было, ну, на самом деле, событие, и он перевернул наше отношение к тому, как мы воспринимаем мобильные компьютеры. У него не было Ethernet-порта, у него не было оптического привода. И мы представляем вам новое поколение MacBook Pro. Сукин ты сын, Фил Шиллер, потому что они обновили некий MacBook Pro, и теперь будет Next Generation MacBook Pro. Ёкарный бабай, серьезно, это очень круто. Это очень круто. Как они их будут увязывать друг с другом, непонятно. Так, отменяем, отменяем. Парни с MacBook 2011 года, вы все-таки в пролете. Мы хотим сказать, что Next Generation Pro имеют убийственный новый дисплей. Я плюнул в экран, сори. Ну, в общем, это с ума сойти. Это с ума сойти. Это с ума сойти. Надо срочно выпить. Ну что, вы хотите увидеть... Он спрашивает, он спрашивает, вы хотите увидеть новое поколение MacBook Pro? Я представляю, что сейчас творится в зале. Давайте все вместе. Да, мы хотим увидеть новое поколение MacBook Pro. Листай дальше, листай дальше, покажи нам картинку. Опа, вот он стоит. Вот он стоит. Ага, хитрый. Ну да, и знаете, уже даже по этой маленькой картиночке видно, что это очень серьезно. Но вот он, вот он говорит, Фил Шиллер. Новое поколение MacBook Pro и, наверное, один из самых красивых компьютеров, которые мы когда-либо делали. И это... Никогда вы не видели ноутбуков, подобных этому. Мы, в общем, полностью там... Он уже говорит практически неприличные слова, которые я, наверное, не буду вам транслировать. Боже, он не просто тонкий. Он охренеть какой тонкий. Так, он как Air, но очень-очень тонкий. Посмотрите на USB-порты. Он буквально размером с USB-порт. Он тоньше, чем палец, говорит Фил Шиллер. В общем, он в половину толщины от пальца. Вы вот можете посмотреть? Ну, у всех разные пальцы, но вот мой среднестатистический палец. Могу Pro он тоньше, чем мой палец. Это безумие какое-то, ребята. Новый, новый MacBook. В общем, в очередной раз Apple рассказала всем Aser, Asus, Toshiba, Sony, кого я забыл, HP, Dell, как надо делать компьютеры. Потому что, серьезно, Apple это компания, которая по-любому ведет вау, это сравнение MacBook Pro предыдущего поколения и MacBook Pro новый. Но он реально, ну, давайте будем честны, он, конечно, тоньше, не безумно тоньше, но при этом он все-таки, конечно, выглядит очень здорово. Так, он на 1,4 тоньше, чем текущий MacBook Pro, и он очень близок по этому характеристику к Air. Весит он 4,46 он самый легкий Pro, который был когда-либо сделан. 4,46 пункта. Пожалуйста, напишите в социал-стрим, кто, собственно, знает, сколько это в килограммах. В общем, народ реально будет сходить с ума по этому устройству, это само собой, это очевидно. Так, ну, в общем, реально, я не знаю, это очень крутое, на самом деле. Retina Display! Да, да, я говорил об этом, я оказался прав, потому что Apple застолбила за собой Retina Display во всех основных сегментах. Это iPhone, это мобильные телефоны, это iPad-планшеты, и теперь они сделали это снова в компьютерах, потому что именно кто первый, тот и молодец. Так, нам тут говорят, что это, 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 ну, что это? 1,3 кило, кто-то нам говорит? Разрешение 2880 на 1800 пикселей. Икранный бабай. 15-дюймовая модель имеет такое разрешение. Да, он говорит, но он все еще имеет оптический привод. Йо-моё, ну, ребята, если делать революцию, то надо было делать ее сразу, чтобы как маленькие. Надо было. 2800, это самое большое разрешение, которое есть в ноутбуках сегодня. Это 5 миллионов в 184 тысячи пикселей. Короче, это самый крутой дисплей, который есть. И у него еще к тому же лучше контраст, лучше углы обзора, и еще он вообще не такой глянцевый. Ну, то есть он как бы где-то пограничный между матовым дисплеем, если я правильно понимаю, между матовым дисплеем и глянцевым, то есть нечто наподобие того, что происходит. Так, смотрим дальше. Теперь на этом дисплее вы сможете получать сайты, они говорят качество типографии, как у журнала, то есть вы сможете читать страницы, смотреть так, как на журнале. И вот наши любимые лупа, которая показывает, насколько новый дисплей круче всего того, что вы видели, и нам снова Apple уже в третий раз рассказывает, почему, почему этот экран делает революцию. Но, ребята, Фил Шиллер, нам не надо об этом говорить, потому что мы это и так знаем, у нас есть iPhone 4, 4s, у нас есть новый iPad, и мы это видели своими глазами. Ну так, нам говорят, вы тут пишите, что это где-то 2 килограмма, ну, 2,2, 2,3. Это, в общем, очень круто. Так, Aperture, это специальное приложение от Apple на аналог Lightroom от Adobe для обработки цифровых фотографий. Оно будет обновлено для того, чтобы вы смогли с удовольствием работать в этом редакторе и ощутить всю мощь юзер-интерфейса для именно задизайненного под это безумное разрешение. Final Cut, мой любимый Final Cut, в котором я работаю, тоже будет обновлен. И вы сможете в правом верхнем углу на этом экране видеть полностью 1080p видео, 100%. То есть, представляете, 1080p видео на 100% влезает в правый верхний угол. Это вообще какое-то безумие. То есть, забудьте об RHD, она уже прошла. Сегодня мы говорим о 2К и 4К разрешениях и они шагают по планете. Это очевидно. Так, ну что ж, ребятки, нам это... Так, меня просят сделаться меньше. Ребят, не могу сделаться меньше, потому что у Ustream, к сожалению, есть вот такие дурацкие ограничения, потому что я буду висеть на половину экрана. Фу! Выдыхаем немножко, выдыхаем. Так, что я пропустил? Очень начина... Вы знаете, они долго запрягают, но при этом, вы смотрите, поскакали голопами, да? AutoCAD, что-то говорят про AutoCAD. Да, они говорят о том, что мы не только обновим Aperture и Final Cut, также другие разработчики уже сегодня работают над тем, чтобы обновить свой Photoshop. Autodesk работает над тем, чтобы обновить AutoCAD. Подарок всем, кто любит Diablo. Diablo 3 будет обновлен для нового дисплея, нового MacBook Pro. Вы сможете поиграть в Diablo 3 на новом MacBook Pro вот с этим безумным разрешением. То есть, в очередной раз все их сдрючили. Молодцы, это очень серьезно. Внутри он такой же потрясающий, как и этот дисплей. Сейчас нам расскажут, что, какой мотор обеспечивает этот безумный дисплей, который, само собой, очень-очень серьезный. Так, ну что, кто-то говорит, что Diablo 3 быстрее, но вы знаете, на самом деле, Diablo 3 как-то очень быстро обновляет фотографии, там вообще ничего не понятно, поэтому мы с вами вот в таком все-таки режиме остаемся. Итак, ну он опять же сделан по Unibody принципу. Да, вы знаете, его плата больше похожа на MacBook Air, нежели на MacBook Pro, потому что она размещена по периметру, у MacBook Pro немножко по-другому сделана. Насколько я понимаю, у него будет два вентилятора. Я так понимаю, что это 15-дюймовая модель, что это так. У него процессор 2,7 ГГц, четырехъядерный i7s, и да, у него 16 ГБ оперативной памяти, и это GT650M Kepler графика. Что такое Kepler? это, наверное, какое-то название не знаю, что это, что это, Kepler, это какое-то особое название, наверное, я просто плохо в этом разбираюсь. 768 ГБ внутренний какой-то вообще кошмар. так, я сейчас не понял. SSD на 768 ГБ внутри. Это чуть-чуть треть до терабайта. Да, 768 ГБ оперативной памяти внутри. Ой, не оперативной памяти, жесткий диск. Это безумие какое-то. Что он говорит? Что у нас по поводу батареи? Значит, по поводу батареи мы действительно гордимся тем, что это 7 часов работы от батареи. Верните нам. Почему тут все так происходит по-дурацки? Так, сейчас вернемся. Это 7 часов работы от батареи и это 30 дней в режиме стендбай. Так, теперь мы говорим, на правой стороне у нас есть слот для SD-карт, HDMI. HDMI без переходника напрямую, напрямую HDMI, это очень здорово. USB 3, USB 2, они, кстати, комбинированы, как и в MacBook Air обновленных. Значит, на левой стороне у нас MagSafe 2. 2 Thunderbolt, да, я правильно понимаю? Да, 2 порта Thunderbolt и снова USB 2, USB 3.0 комбинированный и headphone jack. Так, jump to now. Что касается... А, я, кстати, рассказывал про эту камеру, это Blackmagic 5K камера. MagSafe теперь еще тоньше. вот эта самая зарядка, известная зарядка Apple, она еще тоньше. Да, и нету больше ничего, да, все, они отказываются от оптических дисков, я просто, видимо, неправильно понял. Это MacBook Pro без оптического привода. Все, эра DVD, Blu-ray закончилась. Apple поставила на них жирный крест, за что им огромное спасибо, потому что уже пора, пора от этого отказываться. Так, это не просто Thunderbolt, это совмещенный FireWire 800 и гигабитный Ethernet, а, у них будет специальный адаптер, который будет выводить 800 FireWire и гигабитный Ethernet, то есть Ethernet тоже нету в этом MacBook. Как в свое время они отказались от него в MacBook Air, так они сейчас его и отказались от него в новых MacBook Pro. То есть смотрите, здесь как бы, ну, две революции, я не знаю, во-первых, отказались от птических дисков, во-вторых, заказали, что Ethernet, это вчерашний день, мы переходим в Wi-Fi. И вот они, там были картиночки этих самых двух адаптеров. Как к ним вернуться? Да, FireWire 800 и гигабитный Ethernet. И вот он, наш любимый MacBook Pro сверху. Значит, расскажу, что в нем еще. Ну, конечно же, стеклянный трекпад, как всегда, черная клавиатура с подсветкой, Wi-Fi Draft N, Bluetooth 4.0, FaceTime HD, два микрофона, новое поколение Voice Apps, не знаю, что-то они говорят о том, что будут новые apps, стерео спикерс, понятно, ну и, конечно же, звук абсолютно, абсолютно очень, очень крутой. Мы настолько горды тем, как выглядит этот MacBook, что мы сделали видео. Ну, это стандартная, на самом деле, практика. Слушайте, но это первая, на самом деле, большая сенсация от Apple, потому что то, что они показали обновленный MacBook Pro, при этом, видите, как они сделали? Они сохранили стандартное поколение, обновив его до современных процессоров, до современных оперативной памяти и так далее, немножко увеличив емкость жестких дисков, потому что, это очевидно, они теряют в цене и сегодня за те же деньги можно поставить чуть больше, и при этом они же представляют новое поколение, которое просто взрывает мозги. Поэтому, если вам не нужно что-то сверхъестественное, вы берете обновленный MacBook Pro и совершенно спокойно с ним живете. Если вы хотите действительно что-то этакое, то вы берете обновленный MacBook Pro и, ну, вот этот вот забавный мужищенка, это глава по hardware в Apple, и, в общем, это тот человек, который делает то, что должен, потому что он делает лучшие компьютеры в мире. И, наверное, тот, кто раз вообще брал в руки MacBook, наверное, со мной согласится, потому что много хороших компьютеров делают другие компании, но всегда Apple на шаг впереди именно в своем совершенно каком-то безумном отношении к деталям. И это проявляется как в MacBook, так и в iPhone, в iPad, везде. Пока нам не рассказали, что происходит с новой. Слушайте, но уже на самом деле просто взорвали мозги, а у нас еще iOS 6, на секунду, и Mountain Lion, а я, пожалуй, еще выпью шампанского чуть-чуть. Ох, ребята, это будет конференция всем конференциям. Недаром Тин Кук говорил о том, что 2012 год будет особенным. Они все это предвидели. Ну, и так, нам опять же говорят, что два Thunderbolt, USB, HDMI порт. Ну, молодцы, на самом деле, что вынесли HDMI порт, потому что, ну, давно народ мучается с этими дурацкими переходниками, и никак-никак никто не понял, почему Apple не сделала этого уже давно. Ну, в общем, да, да, MacBook Air уже стал... Кто-то говорит, что он пьяный. Нет, ребят, конечно, я не пьяный, но то, что происходит на экране, оно, конечно же, действительно выносит мозги. Говорят, что Coldplay играет на фоне. Я эту информацию, наверное, пропустил. Так, сейчас посмотрю. нас, тем не менее, тем временем уже смотрит 6200 человек. Спасибо всем, кто это делает. Так, мы возвращаемся к нашей конференции от Engadget. Так. еще раз, видео напоминает нам о том, что происходит внутри компьютера, что в нем есть такого и такого. но это нам и без того понятно. Так. Передай привет Мордовии. Кто-то говорит, что лайф далеко впереди, но давайте тогда сейчас обновимся и мы немножко пробежим, потому что действительно, да, да, мы серьезно отстали от того, что происходит здесь. Да, ну вот это самое видео, вот это самое видео. Давайте, наверное, уйдем тогда на The Verge, потому что он идет чуть-чуть побыстрее. Графика от NVIDIA, еще раз, Intel Core i7 графика. Он тоньше, он действительно серьезно тоньше. Вот это нам сейчас показывает технологию дисплея, она очень-очень классная. Мы не смогли решить этот вопрос стандартными деталями и, в общем, тут много что сделано специально для этого обновленного MacBook Pro. Нам в очередной раз показывают, как он собирается и это MacBook Pro семейство то самое Unibody. Так. Нилса, если ты любишь Apple, ответь мне. Так, ну, наверное. Так, ну нам тут пишут, что The Verge просто спамит фотки с видоса. Я, наверное, соглашусь, потому что просто так вот это вот потом, совсем, ребят, скоро я, конечно же, сделаю это видео и у нас все будет вместе. То есть гаджет просто более обстоятельно подходит к публикации каждой фотографии. Нам показывает вентилятор, который будет охлаждать этот самый MacBook Pro, а то, что он будет горячим парнем, это уже на самом деле так понятно, потому что, ну, представляете, да, и безумная графика, совершенно мощный процессор, который будет обеспечивать весь этот безумный, безумный совершенно экран. Это очень здорово. Ну, на самом деле, вот кто-то правильно пишет, что Apple всех нас шокировали, как всегда. Действительно, мы ожидали, вот, я об этом не один раз говорил, что мы ждали новых MacBook Pro, но мы их ждали, 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 но я, честно говоря, даже не ожидал, что это будет настолько круто, то есть я думал, что это будет круто, но что это будет настолько вообще абсолютно крышесносящий, я даже не ожидал. И как кто-то правильно подмечает, что это красивый кулер, даже кулер у Apple, он красивый, понимаете, то есть до чего люди заморачиваются всякими всевозможными вещами. Давайте прыгнем на The Verge, посмотрим, что они показывают. Так, ну, снова вышел на сцену Phil Schiller, я так понимаю, что закончилось видео. Конечно же, аплодисменты, конечно же. Так, давайте, значит, смотрим. Спеки, то самое, что мы любим. Самое простое, 2199 долларов, ребята, это копейки, за такой дисплей, это копейки. 15-дюймовая модель, 2,3 ГГц, Quad-Core, 8 ГБ оперативной памяти, 7 часов работает, 2199 долларов. Абсолютный, я не знаю, вынос мозга. Сейчас нам расскажут, сколько стоит еще более дорогая версия, та самая, про которую он говорил, где вообще запредельный, 786, насколько я понимаю. Парни и The Verge шутят, говорят, что готовьте ваши кредитные карточки. Ну, это очевидно, да, что это нормальная ситуация. Так. Ну, в общем, это все. Видео, ну, вы, если смотрели анонсы, в смысле, вот эти вот маленькие видео по iPhone 4s, по iPad, то вы примерно представляете, как это видео выглядит. Сидят вице-президенты Apple на белом фоне, говорят, что, блин, мы вообще сделали невозможное. Ну, в принципе, так оно и есть. Это, 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 ну, не революция все-таки, но очень, очень большой шаг вперед. И он в продаже сегодня. этот самый безумно крутой MacBook, который просто вздрючил вообще все, что сейчас есть на рынке, он в продаже сегодня. Спасибо, Apple. У меня нет денег на новый MacBook, поэтому до конца года я со своей верной пятнашкой 11-го года, но как только я заработаю кучу бабла, я, конечно же, куплю этот безумный MacBook, потому что он того стоит. И сегодня линейка MacBook'ов выглядит следующим образом. Две версии MacBook Air, обновленные 11-й и 13-й, две версии MacBook Pro, обновленные 13-й и 15-й, и абсолютно замыкает их безумный MacBook Pro 15. Но на самом деле, наверное, смысла в MacBook Pro 17 при таком дисплее действительно нет. И по большому счету, вот это вот новое поколение MacBook Pro заменило 17-й и 17-й версию. Это, кстати, это, кстати, очень правильно. Так, возвращаемся на InGadget, посмотрим, что они пишут. Что-то они, вау, что-то они ничего не пишут. Они опять подвисли. Бывает InGadget, почему-то они подвисают. Итак, теперь, следующая остановка, это OS X, ребята, и это, на сцене выходит Крейг Федеричи, и это человек, который расскажет нам о том, почему OS X настолько крутое, крутое обновление. Вот он, собственно, у нас здесь. Мы сейчас вот так вот, сделаем картиночки. Так, ну, вот этот человек, который будет рассказывать про OS X. OS X. Кроме того, быстренько пробежимся, здесь еще и Energy Star 5.2, мышьяк Free Glass, короче, зеленые будут довольны. Еще раз. Так, вышел, 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 да, и говорит нам о том, что у нас сейчас 66 миллионов Mac users, и это в три раза больше, чем мы имели пять лет назад. То есть, за последние пять лет аудитория MacBook'ов очень сильно выросла, и это очень здорово. То есть, сейчас нам немножко расскажут истории. Что он говорит? На сегодня было продано 26 миллионов копий Льва, это система 10.7, и это самый продаваемый релиз, который мы когда-либо выпускали. Да, best-selling релиз. 40% всех компьютеров сегодня работает под управлением Lion. Теперь мы делаем Mountain Lion. Тут как... А, нет, стоп, они что-то говорят по скорости продаж, я так понимаю, User Adaptation. А, насколько быстро люди перешли, например, на тот же Lion по сравнению с Windows 7. В очередной раз укололи Microsoft, что на самом деле очень хорошо. Так, у нас сейчас в iCloud 125 миллионов зарегистрированных пользователей. И вы можете быть уверены, iCloud поддержка в Mountain Lion будет расширена, потому что в Lion сейчас это для галочки там кое-как сделано. Да, значит, смотрите, что касается MacBook, да, возвращаясь, 2199 долларов, я думаю, что в России это будет около 70 с копейками, и это на самом деле адекватный прайс, потому что примерно так сейчас стоит MacBook Pro, я думаю, что стоит ждать. И кто в ближайшее время хотел купить MacBook, тот скорее всего должен их ждать. Но, как вы можете заметить, пока нам ничего не сказали про iMac, да, мы пока не знаем, будет ли обновлен iMac, хотя бы, да, и Vibridge, хотя бы ли он получит такие же USB 2, 3 комбинированные порты или еще что-то, либо же нас ждет снова Retina iMac, который опять что-то там взорвет и что-то там изменит. Но пока мы говорим, продолжаем говорить про OS X, 10 и нам рассказывают, насколько это круто. Снова идем в Vibridge, потому что гаджет что-то задолбал подвисать. Так, читаем, что здесь происходит. Ну да, в общем, у нас будет поддержка со всех сторон, то есть с помощью iCloud вы сможете синхронизировать iPad, iPhone, свой Mac-компьютер. У нас теперь будут Notes. Если вы смотрели то самое презентационное видео, то знаете, что теперь Notes, как они реализованы в iPhone и iPad, приходят на Mac. Это очень здорово. В том числе, конечно же, все это будет синхронизироваться с помощью iCloud. Когда мы запустили Pages, он показывал документы, которые у вас есть в Cloud. И это было доступно через все ваши устройства. Теперь мы даем вам поддержку и теперь вы сможете делать нечто подобное в добавлять поддержку. Вот так он говорит. Теперь он показывает демо-версию, как это будет работать. Что-то я сейчас потерял нить, о чем он говорит. Вау. Верните. Jump to now. Jump to now. Ага, вот она поддержка. Ну да, будет, значит, напоминание. Будут напоминания. Пока нам ничего не говорят про Siri, пока нам ничего не говорят про вообще iOS. Пока у нас тема, соответственно, MacBook'ов и OS X. Конечно же, будет поддержка iMessage. Она сейчас есть и для LINE, но она сделана в версии бета. Наверное, сегодня она выйдет из бета-версии и сегодня мы узнаем, что там интересного. Ну, соответственно, само собой, вы теперь можете обмениваться сообщениями как с помощью MacBook'а, так с помощью iMac'а, само собой, так и с помощью iPhone'а, iPad'а. мы этим на самом деле уже давно пользуемся, я и мои знакомые друзья, и это действительно очень здорово, потому что iMessage заменяет всевозможные мессенджеры, клиенты, даже почту в каком-то смысле, потому что действительно сейчас проще отправить текстовые сообщения iMessage, чем заморачиваться всевозможными другими сервисами. С женой постоянно я использую фотографии туда-сюда, само собой, бесплатные сообщения, но я уже даже не знаю, когда я последний раз вообще отправлял смс-ку кому-либо. Все, это iMessage, так, собственно, нам об это и сэр, вы пьяны, нам говорят, ну, ребят, конечно же, полусладкое шампанское просто так не проходит раз, но, во-вторых, то, что показывает Apple сейчас, это отдельная песня, потому что это оно очень круто. Так, теперь мы посмотрим на документы в облаке чуть-чуть более близко, да, то есть мы сейчас взглянем на то, как это выглядит, как это должно выглядеть, смотрим, что показывает The Verge, показывает примерно то же самое, значит, возвращаемся на Engadget. Фу, так, для тех, кто не смотрит футбол, но хочет знать счет, нам тут пишут в чат, что счет 1-1, я надеюсь, что никому не испортил удовольствие от просмотра, нас смотрят 6400, 6200 с чем-то человек, а мы возвращаемся в Pages, и тут нам показывают то, как работают сегодня документы на iPhone, и вы сможете, так, еще раз, давайте четко сейчас, вы сможете сегодня в Pages делать изменения в документах на вашем телефоне, но они не будут видны на вашем Macintosh, теперь Mac будет обновлять эти документы через 5 секунд, поняли, да, то есть вы написали что-то на вашем iPhone, бэм, через 5 секунд это на Mac, я так думаю, что и в обратную сторону то же самое, что-то написали здесь, через 5 секунд это синхронизировалось, улетело на ваш iPad, я это постоянно использую, в том числе для записи текстов на iPad, для подкастов, пишешь на компьютере, улетает в iCloud через Cloud, да, на iPad и потом с iPad читаешь очень удобно, теперь центр напоминаний, когда вы используете Macintosh, иногда, когда вы используете Macintosh, бывают случаи, что какая-то хитрая мысль, то есть, что иногда бывают вещи, когда, в общем, вам этот самый центр напоминаний нужен, теперь напоминание это да, теперь центр напоминаний очень близко, буквально в слайде двумя пальцами, панель очень похожа на то, что вы видели в iPhone и iPad и iPod Touch в версии iOS 5, я это пробовал в Developer Preview, действительно работает очень здорово, вы вот просто жестом сдвигаете как бы рабочий стол в сторону, получаете доступ к тому самому notification центру, куда падает все ваши ну всевозможные вещи, которые должны туда падать, это почта, это календарь, это те же самые сообщения из iMessage, и это может быть еще и дополнительно какие-то другие вещи, если дадут опять же SDK разработчикам, я думаю, что дадут. Следующая остановка это Dictation, тот самый Voice Dictation, который появился как дополнение к Siri, и теперь он есть в новом iPad, и мы приносим Dictation на Mac, то есть теперь вы сможете диктовать на Mac, большие аплодисменты в зале, люди любят говорить, пишет нам Engadget, вы можете разговаривать через Facebook, и даже через другие приложения, такие как Microsoft Word, А, то есть это не просто для Pages, функция работает через весь Mountain Line, и вы можете использовать функцию Voice Dictation во всех приложениях, в браузерах, в Microsoft Word, в общем, везде, где можно вводить текст, там же можно будет надиктовать текст с помощью вот той самой технологии, которая была представлена. Так, люди смеются, когда он говорит про то, что можно будет пользоваться этим Word, ну, в общем, все посмеялись по поводу Microsoft Word, не будет Siri, Siri не будет в Mountain Line, по крайней мере, сейчас, только Voice Dictation, то есть тот самый обрезок, который пришел на новый iPad, почему-то Siri до сих пор остается фичей iPhone 4s, поэтому Voice Dictation пожалуйста, Siri, извини, подвинься. Как всегда, более, вернее, не как всегда, а та самая более серьезная интеграция Twitter, в Mountain Line, вы теперь сможете отправлять твиты прямо непосредственно из операционной системы, делать это просто и без проблем. Также появляется в Safari дополнительная функция Share, с помощью которой вы можете делиться ссылками через почту, Twitter, iMessage, другие сервисы. Ну, понравилась какая-то ссылка, BAMS, сразу ее отправили куда-то, куда-куда вам, в принципе, нравится или хочется, да. Так, ну, это новая фишка Safari, опять же, я ее уже видел и она мне понравилась, хотя, вы знаете, это не ключевая особенность новой операционной системы, то есть, это здорово, это, наверное, должно быть, окей, но на самом деле это, скажем так, не тянет на фичу для новой операционной системы, скажем так. Так, да, и новый Safari в Mountain Lion самый быстрый браузер на планете, с самым быстрым доступом к поиску, потому что объединена панель ввода адреса и поиска, это теперь единая панель, как это сделано в Google Chrome, например, и туда вы можете забивать, соответственно, адрес, либо какую-то строку поисков, поисковый запрос, все это будет обработано. Народ, опять же, посмеялся, потому что все знают, что такое Google Chrome и так далее. Да, самая быстрая обработка JavaScript с помощью Safari можете, пожалуйста, увидеть. И фича вот с единой строкой называется Smart Search, когда действительно браузер понимает, что вы хотите, выводите адрес, либо же вы уже непосредственно что-то ищете, а главное, что он подстраивается под то, что вы ищете, то есть вы начинаете печатать, а он уже начинает искать то, что вы печатаете. Это очень здорово. Так, ну в общем, да, Explorer повержен, да, Explorer остается самым популярным веб-браузером на планете, но тем не менее Safari, Safari серьезно делает. На самом деле, после того, как был обновлен Safari вот до его текущей версии, я сейчас сижу на бета, поэтому вот эти все фишки я уже использую. Я не знаю, что мне от него еще хотеть, все есть, единая строка есть, быстрый, классный, все, Voice Dictation добавили. Если будет русская поддержка, в смысле поддержка русского языка, то вообще супер. Чего-то желать, наверное, больше и нет смысла. Все, все при нас, все, все хорошо. Так, смотрим дальше, смотрим дальше, что нам показывает The Verge. Давайте посмотрим, сколько нас, сколько нас людей. У нас что-то тут все зависит. 6300, обновить страничка. Ну, видимо, меняются там что-то циферки. Ладно, мы уйдем, мы уйдем с странички. Ой, 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 что-то все подвисать начало. К сожалению, Ustream подвисает, ну ладно. Возвращаемся на Engadget, и тут у нас тоже все зависло. Так, походу Engadget повис, поэтому мы его сейчас попробуем обновить. Возвращаемся пока к The Verge, который, вы знаете, это интересно, в прошлый раз на мартовской презентации iPad'а завис The Verge теперь зависим на гаджет, но бывает. У них там написано AT&T Support, но, видимо, не тянет. Так, ну сейчас нам показывают демо-версию того, как работает Safari. Ну, опять же, мы это все видели уже не раз. Да, если вы, вы можете Zoom делать вот этих вот самых табов, если вы их растягиваете, то получается превьюшка. Так, 6330 человек нас смотрит, кто-то добрый подсказал, потому что у нас тут все подвисает, как я понимаю. Ну вот, появилась цифра, 6334. Ну, эта цифра мне нужна для того, чтобы потом отчитаться, сказать, что нас смотрела куча народу. Спасибо всем, кто смотрит, от меня большой-большой респект, что вы выбрали именно мою трансляцию для того, чтобы следить за этим Keynote. Так, ну что, Engadget, отвисай, родной, сделай что-нибудь. Так, что-то у них совсем все плохо. Так, вернулись, вернулись, вернулись. Ну, на самом деле, демонстрация того, как можно шарить ссылки через Twitter в Safari, я думаю, что она прикольная, но мы, по большому счету, ее сейчас пока пропустим. Какое разрешение на Retini? 2536 на 1880 пикселей, если я ничего не путаю. скорее всего, что-то напутал. Ну, то, что Mountain Lion будет отлично выглядеть на новом разрешении, это однозначно очень круто. Так, ну, в общем, он сейчас отправляет твиты через... А, ну, показывает не только Safari, а вот все те фишки, о которых говорили, Identification Center и так далее, и так далее, и так далее. Все это там есть. Это очень хорошо. Так, народ спрашивает, iPod, будет ли iPod? Ну, ждем, пока мы не... Пока мы ходим вокруг да около Mac темы, поэтому у нас обновленное железо Macintosh и обновленное здесь Line. Это логично. Теперь, скорее всего, нам, может быть, покажут обновленные iPod'ы и под них потом покажут обновленные iOS 6. Это очень здорово. Так, ну, в общем, очень-очень здорово, очень-очень круто, вот здесь молодцы. Вот он, видите, Twitter с помощью того самого Voice Dictation вы можете назвать. Пока нам не говорят ни сроков выхода, ни сколько все это удовольствие будет стоить, есть ли Voice Dictation на русском. Да, вы можете прямо через Notification Center отправить этот самый твит. Это очень здорово. Так, новая фиша, которая называется PowerNap. Так, давайте посмотрим, что за новая фиша. Ну, да, он сейчас показывает, как работает этот самый Voice Dictation. Мы все любим использовать Mac'и, но было бы реально круто, не используя его, он бы продолжал работать на нас. Так, давай развей тему, потому что пока непонятно, о чем он говорит. Keeps your Mac up to date while it sleeps. то есть продолжайте держать свой макинтош обновленным до последних видимо версий, даже пока он, соответственно, спит, находится в спящем режиме, насколько я понимаю. Да, теперь ваш Mac будет обновляться и синхронизироваться, даже когда он находится оффлайн. Это что за нафиг? Ну, да, то есть получается, когда он заряжается, он еще и бэкапит себя. то есть я понимаю, что какая-то обновленная функция Time Machine в каком-то смысле, то есть будут обновляться, видите, фотографии, заметки, напоминания, календарь, почта и так далее. Так, автоматически будут обновляться данные, обновляться, все это будет происходить в Silent Mode, то есть незаметно для вас. и значит, что касается поддержки текущих железок, это будет доступно для так, смотрите, какая хитрая штука, значит, это будет для второго поколения Air'ов и новых MacBook Pro. К сожалению, не будет поддержки других MacBook'ов. Вот так вот. Теперь мы смотрим, как реализована поддержка AirPlay Mirroring с помощью Apple TV Pixel в Pixel 1080p на новом Apple TV AirPlay и проигрывание, это тоже новая фишка Mountain Lion. Слушайте, но вот это вот на самом деле мульку по поводу того, что там происходит с вот этим обновлением и почему MacBook Pro с ретинодисплеями, MacBook Pro второго поколения и остальные тут лесом вообще непонятно. во-первых, мне не совсем понятно вообще сейчас нужность этой функции, раз, и второй момент, это мне не совсем понятно то, что почему выкинуты старые MacBook'и, я думаю, что это чистой воды маркетинг. Так, Game Center, то есть AirPlay без всяких хаков просто работает, ну в общем понятно, что это за функция, да, вы сможете свое кино с MacBook'а через Apple TV транслировать на телевизор. И последняя остановка, ну не последняя, а мы наконец-то дошли до Game Center, это то, опять же, что пришло к нам с iOS 4, наверное, да, я что-то забыл, iOS 4 или iOS 5, напишите, пожалуйста, в чат. Так, мы реализовали Head to Head, да, теперь будет возможность играть сквозь платформы, показывает Sky Gambler ту самую игру, которая была представлена к новому iPad'у, и вы сможете в нее играть на MacBook Air, на iMac, на iPad и на iPhone всем вместе в мультиплеере, то есть кто-то на iMac и кто-то на iPhone, все вместе играем. Вы знаете, я считаю, что это на самом деле, ну неплохо, нехорошо по большому счету, но окей, пускай будет, но я небольшой, не возлагаю больших надежд на эту технологию. Может быть, вы скажете, что я невеликий аналитик в этом плане, да, но я считаю, что это как бы здорово для галочки, да. Так, смотрим дальше. Вы пишите, что в iOS 4, да, был представлен Game Center, но я с вами, наверное, соглашусь. Кто-то пишет, что конференция пройдет еще полчаса, вот с этим я не соглашусь, потому что, потому что очень простая логика, еще нам покажут iOS 6, а ребята, то, что сейчас было, наверное, должно просто померкнуть на фоне того, что нам расскажут в iOS 6. Это будет вообще какой-то взрыв мозга, 100% вам говорю, так и есть. Так, ну, нам рассказывают, значит, про Game Center. Так, говорят, что стик на сцене. Да, на сцене стик, тот самый известный из Top Gear. Вау, какой-то некий рейсер для OS X, и я так понимаю, что сейчас его будет демонстрировать, в том числе стик. Это, на самом деле, что-то новое для Apple конференции, в том плане, что не часто они приглашают подобного рода звезд. Иногда приходят главы каких-то компаний продемонстрировать работу какого-то софта, но вот так, чтобы стик показал некий CSR Racing. Новая игра, новая игра. Покажите нам картинку из этой новой игры, мы хотим увидеть. Да, видите, они вместе играют. Вот так это выглядело очень забавно. И сейчас они вместе играют в какую-то новую игру, которая называется CSR Racing. Вот она, вот она. Играют iPad против Mac'а. Против Mac'а. Ну, графику по такой картинке оценить сложно, но я думаю, что это должно быть что-то, наверное, очень забавное, что-то должно быть очень, ну, в хорошем смысле. Слово. Наверное, как SkyGambler. Я не думаю, что это какая-то великая игра будет, но тем не менее. Смотрите, как они увлеклись, увлеклись игрой, там на экранах происходит что-то. А, вот даже вот так вот это сделано. То есть, они друг против друга и, что я понимаю, кто выиграл Race? Погодите. Кто, кто на чем ехал? Ага, Stick ехал на BMW Z4 и, насколько я понимаю, да, он выиграл, ну, понятно, что Stick, собственно, и должен был выиграть этот завес. Да, Крэк проиграл. Так, я не пойму, он играл на чем? Он на чем играл, чтобы проиграть? Он играл на MacBook'е, а Stick играл на iPad'е. Вот так вот. Так, колоссальное количество новых функций. Mail, VIPs, непонятно. Launchpad, Search, Offline Reading List. Все это придет вместе с Mountain Lion. Еще мы добавляем новые функции для Китая. Непонятно. То есть, мы хотим еще рассказать о том, как мы добавим Китай. Так, 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 так. Так, значит, что вы мне говорите на главную? Давайте еще посмотрим. Там что есть, трансляция? Там есть трансляция? Где трансляция? Home. Давайте посмотрим. Wilson.com Вы где-то видите Worldwide Developer Conference? Кто-то что-то снимает? Ну, было бы здорово, если на самом деле будет видео, мы сейчас посмотрим. Ну, я не вижу здесь какие-то на самом деле непонятные вещи. Вы скажите, как искать? Так. Где? Где смотреть? Где искать? Не знаю. Мы что-то пропускаем там, да, тем не менее? Ustream TV. Ustream сверху слева. Не вижу я, ребят, сверху слева на Ustream. Давайте я зайду на старую версию Ustream, а сейчас, может быть, так мы сориентируемся. Ustream.tv может быть, именно в таком режиме нам получится посмотреть трансляцию. Было бы очень здорово. Да, Mountain Line будет стоить 19 долларов 99 центов, и когда он появится, будет доступен в июле, в следующем месяце. Для китайцев добавят поиск БАДу, и их там китайские поисковики. В общем, ничего особо интересного. А, вот оно. Так, чтобы не фонило, мы сейчас сделаем вот так вот. Ребят, ну это на самом деле кто-то снимает через голову айфоном, все это тормозит и зависит у меня сразу. Я, честно говоря, не понимаю, как это можно смотреть, поэтому мы возвращаемся обратно к картинкам. Серьезно, это, это не, это не просмотр трансляции в моем понимании слова. Это какие-то жуткие, жуткие тормоза. И напишите мне, если это не так, но то, что я увидел, нельзя назвать презентацией. Ну что ж, следующая остановка iOS. Да, девелопер превью обновленный, Mount Online со всеми этими фичами будет доступен сегодня. Теперь будет возможность смотреть, так, давайте я немножко, наверное, уйду на какое-то время, для того, чтобы вам смотреть можно было все картиночки, потому что я, ой, немножко уже устал. Так, значит, теперь мы поговорим об iOS, да, возвращаемся к этой теме. Так, было продано более 365 миллионов iOS устройств с марта, какого года, хочется спросить, да. Смотрите, сейчас они стебут жестоко Android, сравнение iOS 4 и iOS 5 в сравнении с тем, что происходит на платформе Android, доминирует 2,3, в том числе доля 4,0 совсем маленькая, в то время, как iOS 5 шагает по планете и очень серьезно, серьезно эту тему развивает. Итак, в iOS 5 так, 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 что касается Notification Center, мы отправляем 7 миллиардов, я так понимаю, чего-то в день, пока не понятно, чего, 1,5 триллиона Push Notification, то есть, вот этих самых уведомлений, 1,5 триллиона, наверное, в день. Да, или за все время было отправлено. То есть, это очень-очень большая цифра. Так, ну что, я не знаю, что, мне говорят, что там все нормально, но давайте я попробую еще раз туда вернуться, давайте последний раз, я, я думаю, что все для вас, серьезно, если там есть реально видео, то мы с вами увидим это видео, но то, что я увидел, мне не понравилось. live, еще раз live, ну давай, live. Ну, у меня вообще картинки нет, я не знаю, как вы смотрите, причем у меня на самом деле, ну, нормальный интернет. я там, обновил флеш-плеер с тех пор, и, ну, я ничего не вижу. Вы что-нибудь видите? ну, ребят, ну, это невозможно смотреть, ну, я, я не знаю, может быть, у меня, конечно, с качеством чего-то, но мы тоже, я просто стримлю во все стороны, поэтому мы все-таки остановимся на картиночках, невозможно смотреть то, что показывает непосредственно кто-то, снимающий из-за головы, это неправильно. Так, сейчас Forstall рассказывает о, непосредственно на том, что из себя представляет iOS 5, наверное, сегодня, то есть он рассказывает о том, что мы отправляем 140, в смысле, мы имеем 140 миллионов iMessage, и было отправлено за все время 150 миллиардов твитов, нет, 150 миллиардов iMessage, 1 миллиард в день. И, кроме того, сейчас очень серьезно растет база пользователей твиттера, было отправлено 10 миллиардов твиттеров через iOS 5, но они мониторят, вы отправляете твиты, они мониторят. Так, что касается следующей остановки Game Center, там тоже 130 миллионов аккаунтов, в общем, показывают все-все-все цифры. Итак, в 2007 году мы представили оригинальный iPhone, в 2008 году была версия 2.0, в 2009 году 3.0, в 2010 году 4, в 2011 году 5, и мы рады анонсировать iOS 6. И iOS 6 имеет более 200 новых функций. Мы полностью обновили Siri. Начнем с Siri, и теперь она умеет, что она умеет? Она умеет погоду смотреть, отправлять сообщения, напоминания делать и т.д. и т.п. Давайте проведем демо с Siri, говорит Скотт Форстел, и он молодец. Серьезно, если кто-то хочет смотреть ту самую презентацию, я два раза пробовал, мне не понравилось. Может быть, я делаю фатальную ошибку, но то, что там кто-то снимает из-за головы, мне не нравится. Итак, первое, что Siri, чему Siri научилась за 8 месяцев, это счет. И он спрашивает, какой счет был в игре гиганты против рейнджерсов вчера? И она отвечает, и не просто отвечает, но и показывает. Это очень круто, на самом деле. То, что он сейчас показывает, это круто, но это не менее плохо, в том плане, что нам с вами, ребята, это все до фонаря, потому что этот сервис в России, очевидно, поддерживаться не будет, и нам в большей степени интересно, что они покажут. Ну, в общем, он тут еще и бастера какого-то Пусси, Пусси показывает, который чего-то сделал. Я так понимаю, что это бейсбол, наверное, и вот эти цифры мне, честно говоря, ни о чем не говорят. Да, то есть у игроков есть карточки, я так понимаю, что этот сервис предоставлен, как в свое время был в Альфрам, а Альфа, собственно, в свое время поддерживалась, да, Siri, теперь кто-то еще из спортивных сервисов поддерживает Siri, обеспечивая ее этой информацией. Ну, да, смешно, да, то есть он спрашивает, кто из них сравнивает, господи, куда это улетело, он сравнивает Коби Брайана и Леброна, да, если я ничего не путаю, вот он показывает рост Леброна, Стэн, да, он говорит, покажи мне таблицу национальной лиги, что там происходит, и вот он показывает, что тут, что тут происходит, в общем, в очередной раз это не очень, не очень прикольно, нам все-таки интересно, какие еще функции появятся в Siri, а самое главное, появится ли поддержка русского языка. Так, пока он рассказывает не очень интересную тему, я попробую вернуться на старый Ustream и в третий раз посмотреть, что же там показывает, как вернуться на старый Ustream, старый Ustream, ты где? Охрен, он знает, как на него вернуться, я не хочу новый, я хочу старый. Но он меня кидает на новый, видимо, я в свое время где-то какую-то кнопку на пулечку нажал, решили, что это хорошо. Не, ну это невозможно, я за чем вы там смотрите, там ни цифр, ничего не видно. Не, ребят, все, возвращаемся обратно сюда, это безумие какое. Так, Скотт Форстелл хлебнул водички, я, наверное, сделаю то же самое, потому что уже аж першит в горле. Так, 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 он спрашивает, где бы было, найди мне место, в котором бы я мог поужинать, и стили теперь сортирует это все по рейтингам, теперь, видимо, есть какая-то поддержка, не знаю, это Фоскве, либо вот они говорят, в партнерстве с OpenTable, опять же, американским сервисом, вы теперь не можете не просто искать ресторан поблизости, а вы можете делать, соответственно, поиск по рейтингу, допустим, я хочу покушать в самом крутом ресторане, вот вам, пожалуйста, поддержка Apple OpenTable, так, ну, наверное, я немножко, может быть, в каком-то смысле передохнул, и вы передохнули от меня, но теперь я возвращаюсь для того, чтобы вы видели, опять же, мою редакцию, может быть, редакцию, реакцию в каком-то смысле, да, ну, давайте подведем некие итоги, нам показали совершенно крутой MacBook Pro обновленный, нам показали Mountain Lion, который будет стоить 19 долларов 99, и появится в июле, я пока все-таки считаю, что это не то, не сё, да, посмотрим, что это будет, я думаю, что в текущем виде это не очень круто, нам продолжают показывать новые функции Siri, которые нам с вами абсолютно, неинтересны, в силу того, что у нас их не будет, здесь можно теперь искать, я так понимаю, киношки, можно искать, что это такое, рейтинги какие-то смотреть, это все очень здорово, ребят, но нам здесь, в холодной и далекой России, интересно, чтобы Siri, наконец-то, шпрехала по-русски, правильно мы с вами понимаем, то, как должна работать Siri, так, ну, в общем, Siri, он говорит о том, что Siri многим вещам научилась, и теперь она умеет запускать приложение, ребята, бэм, и это пятерка, потому что теперь вы сможете запускать приложение с помощью команд для Siri, и большие аплодисменты, и он говорит, play temple run, и она бэм, запускает temple run, но то, что, то, что, о чем я говорил, то, что мы с вами ждали, возможность запуска программ через Siri, это на самом деле очень здорово, и это большой-большой шаг вперед в каком-то смысле, хотя, хотя на самом деле, я думаю, что в каком-то смысле, как сейчас сформулирую мысль, это фича есть в андроиде, и, наверное, они сейчас сидят и говорят, ха-ха-ха-ха, обновленные, говорят, что обновилась иконка maps, давайте посмотрим, я сейчас посмотрю на своем айфоне, где maps, я ее куда-то засунул, да, maps обновился, здесь была просто красная скрепка, а здесь теперь навигация, то есть, скорее всего, нам сейчас расскажут, что в картах появилась навигация, ребята, это очень здорово, так, возвращаемся, возвращаемся, то есть, вы теперь можете спросить про футбольный счет, про баскетбольный счет, бейсбол, футбол, кино, запускать, соответственно, запускать приложение, резервировать столики на ужин, да, то есть, по рейтингу все это, т, 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 и теперь мы вам покажем функцию, которая называется eyes free, то есть, свободные глаза, в прямом смысле слова, что это такое, hands free, свободные руки, лучшая интеграция, то есть, глаза на дорогу, руки свободные, лучшая интеграция Siri с машиной, то есть, теперь вы сможете со всеми этими функциями работать, смотрите, кто будет поддерживать эту функцию, это BMW, GM, Mercedes, Land Rover, Jaguar, Audi, Toyota, это кто такой, Chrysler, наверное, да, и Honda, да, и, значит, поддержка начнется в ближайшие 12 месяцев, языки, вы сами видите, это американский, английский, австралийский, французский и немецкий, да, то есть, те, которые сейчас в базе были у Siri, нету японского, который появился чуть позже, так, 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 ну, на самом деле, то, что такие сервисы появятся на машинах, не ставит крест на том, не ставит крест на том, что происходит с Siri в плане поддержки вообще языковых пакетов, возможно, что Россия и появится где-то рядом, мы добавили, итальянский, говорит нам, Scott Forstall, мы добавили корейский, так, я не вижу русского, вы видите, я нет, куча, 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 ну, да, ребята, в общем, русского нету, я понимаю, что в сердцах многих сейчас жестокое разочарование, Apple смотрит на корейский и азиатский рынок, тут до хрена каких-то азиатов, тут у нас, соответственно, итальянский, тут у нас появился испанский, тут у нас появился канадский, что это такое непонятно, да, так, ну, в общем, это не очень хорошо, так, говорят, что звук пропадает, ну, не знаю, звук у меня идет нормально, я не знаю, как у вас, что это, не пойму, это Siri для iPad, они что, не говорили про Siri для iPad, да, кроме того, что Siri есть на iPhone 4s, мы приносим ее на iPad, слух подтвердился, теперь Siri на новом iPad, ура, следующая остановка, это интеграция Facebook, до которой, в принципе, наверное, большинству из нас, в принципе, пофигу, опять же, я уже вижу, что вы видите, вы как бы говорите, всякие нелицеприятные вещи, в силу того, что Siri не выучила русский язык, это печально, на самом деле, почему нет поддержки русского языка, нам с вами непонятно, ну, наверное, русский не сложнее китайского, или, наверное, какой тут еще есть корейского, да, я понимаю, что это все очень важно, но мне кажется, что русский в том или ином смысле должен был быть добавлен, хотя бы для того, чтобы немножко разбавить, вот этот вот непонятное направление, да, при этом, Скотт Форселл, по крайней мере, об этом не написали, ничего не сказал о том, вышло ли Siri из бета, соответственно, статуса, и, что там происходит, смотрите, в Notification Center, в центре уведомлений, появилось теперь две новые иконочки, нажать для Twitter, и нажать для того, чтобы запустить в Facebook, пока неизвестно, будет ли поддержка дополнительных каких-то виджетов в Notification Center, но как минимум, интеграция Twitter и Facebook в iOS увеличилась, но опять же, Facebook здорово, все, мы рады за них, но нам как бы это все не очень интересно, в силу того, что и Facebook у нас особо и нету. Мы работали очень много с Facebook, особенно над, значит, ла-ла-ла, интегрировали его как Twitter, вы теперь можете зайти туда через настройки, через приложение что-то отправлять, соответственно, через Safari отправлять, через фотографии, можете отправлять свое местоположение на картах, iTunes магазин поддерживается, само собой, Game Center, в общем, все-все-все-все, все, что только можно. Поддерживается новая функция, соответственно, Facebook, и, конечно же, можете туда интегрировать контакты, и тогда все будет очень здорово. Это все очень здорово, ребята, но нам хочется увидеть нечто-нечто более интересное, да? Кто пишет «Ура, русская Siri», где вы ее увидели? Ну, и, само собой, все это будет интегрировано в Macintosh тоже. Ну, понятно, что, наконец-то, Apple и Facebook договорились, и началась дружба на века, выгодная как Apple, так и Facebook. Ну, опять же, все это больше степени ориентировано на американский рынок. Я не очень люблю, на самом деле, и ВКонтакте, и Facebook, но если у нас все-таки ВКонтакте еще хотя бы используется, да, по объективным причинам, то Facebook уже совсем не то, не сё. Так, на iPad 2 Siri не будет. Siri для нового iPad, то есть, я не знаю, это может быть искусственное ограничение, может быть нет, но, в общем, Siri из... Об этом, на самом деле, говорил Тим Клук, это из некой супер-пупер-фичи нового iPhone 4S уходит в мейнстрим, да, поэтому Siri теперь будет на iPad, Siri теперь будет на iPhone 4S, но про новый iPad, соответственно, ничего, ничего не сказано. Так, теперь новая функция появилась. Давайте вернемся в The Verge, мы теперь поймем, что он имеет в виду. А, ну вы знаете, да, вот эту самую штуку, что раньше не было возможности ничего сделать со звонком, то есть, у вас появляется звонок, и что с ним делать? Я хочу, допустим, не хочу отвечать на звонок, но при этом мне нужно получить доступ к телефону, раньше это было проблемой, теперь вы можете ответить через Message, вы можете отправить сообщение звонящему, напомнить позже о том, что он звонил, и, соответственно, тут же выбрать варианты ответов, да, допустим, через час, вернее, вариант ответов, я в пути, что случилось, я позвоню тебе позже, либо свой вариант. И то же самое с напоминанием, напомнить мне через час, в том числе сюда интегрирована GPS-функция, то есть напомнить мне, когда я уйду, например, из офиса, напомнить мне, когда я приду домой, напомнить мне, когда я приду на работу, вот это все вместе туда включено та самая функция не беспокоить о которой многие говорили вот так она выглядит это так ну да это что так о чем он говорит ну да он говорит многие вы многие из вас любит как бы работать в полуночи и чтобы вас телефон не беспокоил до чтобы сообщение все еще приходили на ваш телефон но при этом он не пили кол и не мигал экраном и вот как раз эта функция do not disturb на это и ориентирована то есть вы будете получать сообщение но при этом вам будут соответственно не будет это все мигать это очень хорошо и вы можете более того устанавливать устанавливать расписание да то есть вы можете установить когда вы будете недоступны например с 10 до 7 утра вы хотите чтобы телефон получал все сообщения но не вибрировал не мигал не т.д. и т.п. следующая остановка это facetime и да то что вы ждали facetime через сети теперь можно будет звонить через так он что говорит то есть как вы помните когда был презентован facetime с помощью iphone 4 тогда говорили о том что это будет работать только через вай фай теперь это будет работать еще и через сотовые сети но у нас конечно же это большой минус в том плане что у нас 3g сети как таковых особые нет поэтому нам от этого опять же не холодно не жарко ну вот нам собственно показывают да что у нас теперь будет возможность звонить с помощью 3g сетей вот он показывает у длайк фэйс тайм хотите в фэйс таймс каран тайлер хочу так он говорит о том что мы а теперь смотрите вы можете устанавливать не один телефон или apple айди вы можете выбрать оба то есть вы хотите чтобы человек вам звонил соответственно через и туда и туда вне зависимости куда бы был бы были доступны через фэйс тайм новый app store меня спрашивает как я пропустил а где новый app store ну-ка 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 мы видим презентацию siri мы видим презентацию сири 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 не было пока нового app store ребят мы ничего не пропустили скотт форстал рассказывает о том как используется мобильный браузер на платформах вы видите что ios опять же доминирует где-то здесь в уголочке android и все остальные сафари сафари это лучший и самый популярный на планете мобильный браузер то есть две трети всего мобильного трафика генерируется через сафари и ios но это на самом деле очень круто и мы добавляем iCloud tabs для и оффлайн reading list то есть вы теперь можете синхронизировать с помощью iCloud свои так свои значит эти табы и оффлайн reading list сейчас нам расскажут что это такое это возможность добавлять ну да это опять же функция для скорее больше это вот этот знаете read later и т.д. и т.п. то есть вы теперь можете читать какие-то сайты позже smart up banner что это такое да теперь есть новая функция вы сможете загружать фотографии через сафари на ваши любимые веб-сайты ну раньше не было просто возможности загрузить с айфона фотография например на какой-нибудь файл хостинг да или там еще куда-то какой-то сайт а теперь такая функция будет добавлена видите какой интересный синий интерфейс у сафари не серый как это обычно бывает а уходит голубоватый такой ok так теперь будет поддержка fullscreen в landscape мод а следующая остановка это а то есть теперь чтобы смотреть как будет здорово теперь у нас есть поддержка что мы зайдем сафари раньше это было вот так вот блин нет ничего вот раньше это было вот так вот и когда вы переворачивали она переворачивалась вот так вот а теперь он переворачивается в полноэкранный режим хорошо это или плохо я не знаю но наверное это наверное это здорово так пошло значит дальше что там есть да вот тот самый менюшка которые варианты для звонков запускает это слайд вверх то есть нас теперь появляются новые жесты теперь не только сверху вниз но еще и снизу вверх а значит нам теперь расскажет про фото стрима опять же фича которая появилась в ios 5 да тот самый фото поток который мы с вами знаем теперь вы можете давать доступ другим людям к этому самому фото стриму выбирая своих друзей так не совсем понятно да да то есть вы можете делиться своим фото стримом с друзьями но это очень опасная функция потому что вы можете с женой например заниматься некими ролевыми играми да и при этом ваши друзья будут получать эти самые пикантные снимки нечто такое и так то самое новое введение в mail клиенте некий vip а теперь вы можете добавлять эти самые vip и в почту и они будут помечаться вот такой вот забавный звездочкой все так понимаю что вот некий крис винсент он некий vip на этом телефоне и таким образом вы сможете с помощью него да видите теперь в инбоксе будет не только помеченный флажком но еще и сразу сообщение от випов на самом деле очень крутая функция особенно те кто получает много сообщений знают что очень сложно выделить их среди общего потока и вот это вот фича с випом она она на самом деле крутая давайте возвращаемся на ингаджет он вроде бы отвис и очень здорово но немножко аплодисментов говорит нам ингаджет на эту тему никаких особо серьезных обновлений но теперь вы можете добавлять фото и видео в ваши письма прямо непосредственно с помощью функции вот этой вот где она ну куда ты все время езжаешь да и пункту рефреш то самое что нас очень забавляет в твиттере теперь потянув ленту вниз вы будете обновлять email клиент ленту сообщений соответственно эта функция добавляется в mail агент так теперь некий появляется пасбук который новое приложение новое приложение от apple но опять же это конечно нам она не очень интересно в том плане что у нас это все работать опять же не будет так а мы с вами немножко просмотрим боже боже мы с вами посмотрим другие приложения другие картинки до возвращаемся еще раз insert фото и видео теперь вы можете хранить все свои эти самые билетики в одном месте это очень здорово только нам от этого опять же все не очень интересно или 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 это не только но так сейчас я пойму что это такое что это такое то есть это по большому счету даже не столько некое приложение для того чтобы все сейчас скажу это некая хранилка паролей то есть тот самый first паспорт например который ван паспорт как он там называется я использую тюрьму можете хранить ваши скидочные карточки ваши соответственно талончики там всякую такую информацию в одном приложении вот для чего это надо и на самом деле давно наверное нужно было сделать теперь вы можете например в кино эти вот с помощью такой вот классный qr-кода и там все это будет соответственно работать это очень здорово но тем не менее я думаю что опять же это хорошее приложение но может быть даже не apple стоило бы этим заниматься не их уровня скажем так не их полета тема но тем не менее не знаю сейчас он показывает демо как это работает мы посмотрим ну да то есть там соответственно будут и уведомления и все чухоши так далее это очень здорово но нам это непонятно будет ли он бесплатным я не знаю спрашиваете будет ли он бесплатным я не знаю ребят будет ли он бесплатным или нет или что с ним также будет надеюсь что он будет бесплатным apple хотя apple та компания которая может взять доллар и мы скажем что это оправданно но тем не менее кроме того я считаю что этот сервис все таки будет не очень интересен нам с вами здесь в россии потому что интерес вызывает то когда он поддерживается на со стороны соответственно неких третьих сторон разработчиков да они тогда когда он сервис сам в себе но собственно оплатить вот так вот что-то через starbucks или что-то сделать обиде 13 долларов 74 цента на карточки джона у нас это работает скорее всего пока не будет если будущем появится был бы очень здорово да смотрите теперь у вас есть баланс на вашем кошельке apple соответственно ваш билет в united очень очень здорово это все сделано но тем не менее нам это не очень очень интересно ну а вот эта анимация когда удаляешь что он режет это все как в шредере это на самом деле уже так или иначе я видел на том же макинтош то есть идея может быть и красивая но не очень новая вот как это выглядит да то есть когда вы какую-то карточку или билетик удаляете он режется но это то что отличает apple они делают все это очень очень красиво до стандартные функции и масса как бы собиралку паролей обычная по большому счету вещь она делает это здорово смотрите он показывает что starbucks находится рядом и более того ваш билет он видите интегрирован еще да то есть здесь еще некий гид присутствует поэтому вот то же самое о чем говорили когда показывают такие ролики то есть он показывает что ваш starbucks находится рядом он говорит о том что изменился выход для вашего билета и так далее так что и такое вернее гид аксесс это по это новая функция на которой на которой он это все делает показывает так то есть продолжаясь гид аксесс ну а я так понимаю это новое слово в том самом адаптированном управлении айфоном для инвалидов до в том числе для слепых для глухих и так далее что это такое так я чё-то не понимаю чуть такое ну да мы 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 как бы гордимся тем что мы смогли сделать это и еще лучше я пока не беру вот эту фишку с голодным а все я понял да ведь можно отключить hardware buttons можно сделать какие-то жесты да 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 это та самая функция для слепых single app mode да в общем это дополнительные функции для людей с ограниченными возможностями это то опять же чем активно занимается apple и то чем они так или иначе занимаются в своих операционных системах так ну не очень интересная тема поэтому мы ее как бы так не больше будем до время карт вот это все очень здорово не в обиду кому-то но нас это слабо интересует нас интересуют карты и расскажите нам что там нового в картах и да вот видите вот та самая обновленная иконка который мы с вами уже запалили теперь здесь будет ну для ios 6 у нас новые карты новое решение для карт которая ну просто вообще срывает башню и выглядит очень красиво покажите как это выглядит так кто-то уже начинает писать новый айфон но это все провокация потому что никаких новых айфонов нету вот эти карты да тот самый 3d режим все 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 а то о чем мы с вами говорили в подкастах все то что мы с вами видели это очень здорово опять же опять же наверное это очень здорово но не для нас с вами да потому что мы понимаем что нам новых карт пока в ближайшее время не увидеть где они вот они прыгаем ну да то есть вы можете зумить от самого большого масштаба идти все ближе 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 и на наверное сейчас покажут тот самый 3d режим о котором все с удачи ли о котором все говорили смотрим будет ли 3d режим что у нас тут есть 3d режим так так ну что да они добавили трафик сервис теперь вы можете следить за пробками вот как это выглядит то есть красненьким показано там где лучше не ехать это происходит анонимно в реальном времени и в общем поддерживать всевозможные сервисы еще очень важно то что это все происходит от тех же айос юзеров то есть apple знает с какой скоростью вы едете завис на ваше устройство как раз дают ту самую информацию и с помощью большого количества айфонов прокладывается эта самая карта ну и самое кашеважный turn-by-turn navigation та самая навигация с помощью которой вы сможете добираться до какого-то места ну навигация в привычном понимании этого слова потому что пошаговая навигация скажем так для пешеходов уже была реализована раньше а для машин это будет все-таки реализовано в ios 6 до 3d презентация 3d презентации смотрите как реализована навигация ну ага она на смотрите на экране блокировки продолжается навигация 3d домики есть не совсем наверное так красиво как это было показано в тех или иных спионских фотографиях но все равно это работает очень очень здорово и это интегрировано сири и вы можете попросить или довести вас куда-то и соответственно запустится навигация что собственно тоже очень очень хорошо что в принципе будем честны реализовано в андроиде другой вопрос насколько хорошо реализована в андроиде мы сейчас запустим наш с вами транслятор все посмотри сколько нас людей сколько нас людей смотрит я сейчас должен увидеть себя так что тут происходит 6 тысяч триста семнадцать человек нас смотрит и это очень здорово на самом деле так серии интеграцию мы с вами увидели ага вот он тот самый режим 3d моделей да все таки то о чем говорил google и то что было анонсировано на прошлой неделе хууууу а да 3d режим для городов для каких-то стран то есть это будет гта шесть как кто-то пошутил в рекламном ролике непосредственно новых карт от google что буквально через пару лет чтобы сделать gta 6 можно будет просто дать винтовку вот в этих картах и пошел стрелять Насколько, опять же, это хорошо для нас? Мы, потому что с вами сегодня все рассматриваем через призму того, как это будет работать у нас. У нас, к сожалению, это работать не будет. Ну, кто-то спрашивает, почему я так не люблю Россию. Я не то чтобы не люблю Россию, но просто объективно мы находимся в, не знаю, как это называется, арьергарде прогресса. И все сервисы до нас доходят очень-очень поздно. Собственно, Siri на русском языке уже скоро будет год, как Siri не может получить поддержку русского языка, да. Испанский, пожалуйста, итальянский, пожалуйста, какие-то корейские, китайские, окей. Так, это версия карт на iPad, да, чтобы вы понимали. Соответственно, теперь есть Siri на iPad, и эта функция также будет поддерживаться на iPad. Вы можете сказать, Siri, я хочу поехать туда-то, и вас iPad ваш отвезет. Ну, и, конечно же, вы можете летать, собственно, по городу, смотреть на него издалека, из разных углов. Просто это очень здорово. Так. Так, ну, тут уже начинаются высказывания, что Apple вот всякие такие нехорошие, не дали нам русскую Siri, но еще не вечер, ребята. Во-первых, это все-таки бета-версия, и возможно, что Siri русский язык-то и получит. Посмотрим, как это выглядеть будет. Я надеюсь, что все самое интересное впереди, не забываем про всякие One More Think и прочие приколки. Возможно, что обновят сейчас линейку iPod'ов. Возможно, что просто сделают это не очень помпезно, поэтому не будет ничего такого сверхъестественного. Но, тем не менее, тем не менее. Так. Ну, вот так вот выглядит, например, пирамида. Вы можете в нее ткнуть пальцем и, соответственно, посмотреть, почитать вот это Sydney Opera. Ну, смотрите, например, Австралия поддерживается. Может быть, кстати, и Москва будет в каком-то виде. Был бы интересно, если Москва появится. Ну, наверное, насколько я понимаю, если поставщик этих карт Google, то все сейчас будет зависеть только от них. Если будут появиться карты, то это будет очень здорово. Говорят, что это карты векторной графики. Ну, то есть, как бы сложно это объяснить. В общем, фишка в том, что работают они очень быстро, несмотря на то, что выглядит... Ну, как они называют это? В общем, blow. Все, что возможно, да? Так, снова прыгаем в Jump Tunnel. Так. Ну, опять же, да, то есть, вы можете, соответственно, проехаться по городу в режиме симуляции и просто понять, как это вот выглядит со стороны. То есть, ну, на самом деле, это тоже вот именно вот прям вот совсем уж город-город. Это тоже фича такая, может быть, даже избыточная в каком-то смысле. Ну, вот, да, говорят, что все работает очень быстро с точки зрения вот этих 3D-моделей. Ага. Так, а вот я тут, знаешь, что, отсюда могу смотреть, кстати. Так. Сейчас, 5 секунд. Так, 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 так. Ну, нам показывают вот эту самую навигацию, как она работает. Но, по большому счету, вся вот эта интегрированная навигация, что в Android, что теперь в iOS, она, по большому счету, похожа друг на друга. Единственное, что здесь, видите, красивые такие знаки висят сверху. Ну, соответственно, он говорит, поверните направо, на Greenwich Street через 200 футов. Потом поверните налево, на Grand Avenue. Ну, как бы нам это, конечно же, опять же, ни о чем не говорит. Посмотрим, будет ли поддержка, во-первых, российских карт, и, во-вторых, как это будет реализовано. Говорят, что это не отличается вообще никак от Google карт, но выглядит более плавно. Так, ну, говорят, что это будет действительно достаточно плавно, и работать как в режиме просмотра, так и в режиме скроллинга, и всего остального прочего. Так, и снова нам говорят о том, что iOS 6 получит много-много улучшений. Демо-версия этих самых карт закончилась. Так, что нам покажут в iOS 6? Давайте смотреть. Game Center Challenges. Это, видимо, наподобие того, как реализовано в Xbox, как они говорят. Так, вот эта картинка, кстати, очень полезная. Я ее сейчас сохраню, потом мы ее с вами еще немножко поизучаем, для того, чтобы нам просто понимать, что там происходит. Измененный Store, да, вот то, о чем мы с вами говорили, там, вот видите, Redesign Stores, то есть, изменен App Store, я так понимаю. Так. Подписи теперь можно менять для персональных и рабочих email аккаунтов. Made for iPhone. Пока непонятно, что тут дальше происходит. Ну, опять, опять китайский рынок, опять поддержка сервиса Baidu и т.д. Я бы, конечно, хотел здесь видеть российский флажок, и здесь у нас было написано Яндекс, опять же ВКонтакте, ла-ла-ла. Нет, пока китайцы, Baidu, опять же, нам до фонаря на них, абсолютно. Так, он говорит о том, что будет дано SDK для разработчиков, соответственно, для карт. Соответственно, будет несколько новых возможностей, что на самом деле очень хорошо. Так, ну, пока-пока они углубились в какие-то дебри, которые нам, опять же, не очень интересны, где новые фишки, где новые плюшки и т.д. То есть, пока-пока мы видим о том, что, видим то, что, что мы видим в новом iOS 6. Мы видим обновленную серию, мы видим новые карты, мы видим пару новых приложений, мы видим усовершенствование в других приложениях, типа Mail, клиенты и т.д. И пока, в общем, больше ничего нам не показали интересного. Возможно, нам пока больше не надо ничего знать, а возможно, нам еще что-то покажут. Пока-пока в ожидании. Так. Ну да, вот кто-то здесь заметил усовершенствованные HDR функцию, да, ну, HDR так называемый, да. Но, на самом деле, где-то я ее тоже видел на первых картинках, нет, где про iOS 6 говорили. Вот, усовершенствованный HDR. На самом деле, я не думаю, что это хорошо. Все, это все, что касается iOS 6. Поддержка, ребята, значит, смотрите, все правильно, как и говорили. iPhone 3GS и дальше iPad 2-го и 3-го поколения, iPod Touch 4-го поколения. Ребята, я не знаю, но почему-то Apple выпилила из iOS 6 iPad 1-го поколения. С чем это связано, я не знаю. Но все, у кого 1-й iPad, я вам всячески сочувствую, потому что iPhone 3GS поддерживает iOS 6, а iPad 1-го поколения нет. Непонятно. Я не знаю, почему так связано, с чем это связано. Да, и самая главная информация. Бета доступна сегодня, поэтому бегите на канал YouTube, смотрите, как устанавливать эту самую бету. И я ее, конечно же, тоже сегодня установлю и расскажу вам все-все-все-все-все, что вы хотите знать об этой самой бета-версии той самой прошивки iOS 6. Мы с вами посмотрим, чего там есть интересного для нас, для русских, обычных русских парней в каком-то смысле, да. Вернулся тем временем там Тим Кук на сцену и говорит о том, что да, ребята, MacBook'и это, конечно же, птичь, вызрыв мозга и т.д. И что давайте посмотрим, что мы показали. Мы показали новый MacBook Pro, мы показали OS X Mountain Lion, мы показали самый лучший OS X вообще, который когда-либо создавался. Это iOS 6 с более чем, ну не более, ровно 200 новых функций и это самая продвинутая мобильная операционная система в мире. Вот так он говорит, он как бы не скромничает, да. То есть, да, то, что хотели показать. iOS 6, Mountain Lion и новый MacBook. Так, пока больше ничего не говорит. Будет one more thing, Тим Кук. Только Apple могли сделать настолько безумно классные железо, софт и сервисы. Мы гордимся нашими продуктами, потому что они все отличные примеры того, как Apple, что Apple делает лучше всех. И показывает, почему люди приходят в Apple и делают такие вещи в Apple. Вот такой вот смысл. Делать лучшую работу в их жизни, создавать совершенно классные продукты и сподвигать людей делать великие вещи. Помните, да, слоган на баннере? Я тут как раз об этом. Делать, менять жизни стольких людей по всему миру. Продукты, которые мы делаем, это сочетание и в сочетании с приложениями, которые мы делаем, фундаментально меняют мир. Вот такие вот вещи он говорит. Так, он говорит, да, все, спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что вам понравилось. И мы с вами еще увидимся. Давайте, спасибо за ваш лайфблог, ла-ла-ла. И, в общем-то, в принципе, все. Спасибо, пока. Не знаю, возможно, что... Да, он махнул ручкой. И, в общем, на этом, ребятки, заканчивается наша с вами конференция. Заканчивается. Stay tuned. Вот это очень классная фотография. Очень классная фотка. Или он говорит, что у нас еще очень много lot more, у нас очень много еще чего-то в будущем, поэтому мы с вами еще скоро увидимся. Stay tuned. Будьте на готове. Еще что-то впереди. Я не понимаю, я так понимаю, что не сегодня, да? Так, и что я так понимаю, что это все, или что? А где новые айподы? Тим Кук. Алло, где новые айподы? Спасибо большое. Вы, ребята, лучший, говорит, наверное, Тим Кук. Я бы обнял каждого из вас. В общем, пока непонятно. То есть, новых айпод, я так понимаю, что у нас не будет. Все, да, все, закончилась презентация. Фух, выдохнули. Что касается новых айподов, что касается новых всевозможных, новых устройств. Значит, ребята, я могу вам сказать, что, наверное, их покажут позже. Что касается айпод тач, который должен быть обновлен, айпод нано, айпод шафл, ла-ла-ла-ла. Я так понимаю, что в Apple решили, что они совершенно спокойно могут еще отлично продаваться до сентября-октября, когда, я так понимаю, покажут новый айфон. Поэтому сейчас, пока все расслабились, айфонов не будет. Значит, я вам предлагаю активно подписываться в Twitter. Регистрируйтесь в Twitter. У нас буквально несколько минут мы пережидаем. И совсем скоро мы начинаем конкурс, о котором я говорил. Кто к нам подключился только-только. Мы разыграем вот такой вот замечательный ремешок TikTok. TikTok Lunatic. Такой же, как у меня, только белый. И он будет у нас не один. У нас вместе с ним пойдет вот такой вот замечательный плеер iPod Nano, который, собственно, 8 гигабайт, серебряный цвет. И специально он очень хорошо соотносится с белым ремешком. В общем, будет очень здорово. Так. Что нужно будет сделать для того, чтобы принять участие в этом конкурсе? Я расскажу чуть позже. А еще раз вам делаю такие прозрачные намеки. Регистрируйтесь в Twitter, если вы этого еще не сделаете. И, значит, следуйте за мной в Twitter. Вот так это будем называть, да. То есть, соответственно, у вас осталось совсем немного времени принять участие в этом замечательном конкурсе. Почему он замечательный? Просто потому, что вы примете в нем участие прямо здесь, прямо сейчас. Это моя, по большому счету, благодарность тем, кто смотрел со мной эту презентацию. Пока все вы ударно подписываетесь на мой Twitter. Ну, для меня это промоушен Twitter, вы понимаете. Я сделаю следующее. Значит, давайте подведем итоги еще раз. Нам сегодня показали OS X Mountain Line. Чуть-чуть приоткрыли завесу тайм по сравнению с тем, что нам показывали буквально, ну, несколько месяцев назад, можно сказать, да. Второй момент. Значит, мы с вами увидели новый MacBook Pro, который, на самом деле, надо еще переосмыслить и понять, что это за железка. Потому что, на самом деле, она уже меняет наше с вами представление об этом самом, об том, как должен выглядеть персональный компьютер. Мы с вами увидели iOS 6. Мы увидели не все. Я вас уверяю, если вы... Потому что я чувствую по настроениям того, что происходит сейчас непосредственно в социал-стрим, да. Многие были очень разочарованы тем, что, во-первых, не показали новый iPod Nano раз. И, второй момент, то, что не показали новые Siri для России. Siri для России, да. Кстати, по этому поводу у меня будет еще очень интересный проект в ближайшем будущем. Ну, не буду сейчас ни о чем распространяться. А, пока мы ждем, ребят, я проведу небольшой конкурс. Поскольку iOS 6 бета доступна сегодня, во-первых, идите и регистрируйтесь, записывайте свои идентификаторы в аккаунты разработчиков, для того, чтобы получить доступ к этой бета-версии. Если вы не знаете, как это сделать, вы можете это сделать непосредственно, посмотреть видео у меня на канале, как это все работает. Второй момент. Для 15 людей, первых 15 людей, я пропишу этот аккаунт, вашей идентификаторе в аккаунт разработчика. Значит, что вам нужно сделать? Найдите свой идентификатор. Как это сделать, я рассказал, опять же, в видео. Присылайте мне на e-mail на wilso.com.gmail.com свой идентификатор с пометкой wilso.com.udit, то есть в письме вы должны написать wilso.com.udit и прислать его идентификатор в теле письма, и первые 15 человек, которые так сделали, получат вот такой своеобразный бонус, не бонус, то есть мы включим это все в аккаунт разработчика. Второй большой анонс от меня. Ребята, когда-то давно я не делал подкасты. Я делал только канал на ютюбе, я не делал подкасты, но потом я решил, что надо сделать подкаст. И сейчас это самый популярный подкаст в iTunes. Я не говорю, что я такой мега крутой чувак, но это реально так. Это самый популярный подкаст в iTunes, и, ну, наверное, спасибо мне, спасибо вам. Когда-то давно не было приложения wilso.com для iPhone и iPad, и вообще в принципе, да. И теперь мы тоже это потихоньку меняем, и я сделаю вот такой маленький вброс, может быть, в каком-то смысле. Совсем скоро в App Store приложение wilso.com. Что это, как это и зачем это, как оно будет выглядеть, ребята. Там будет очень много классных сервисов. Я, опять же, вот так вот мельком покажу, как это будет выглядеть. Вы получите доступ ко всем основным сервисам wilso.com. Соответственно, вы сможете читать Twitter, вы сможете смотреть канал, оба канала, и основной, и дополнительный. Вы сможете смотреть стену в группе ВКонтакте, вы сможете читать мой Twitter, да. Вы сможете слушать подкасты, в общем, все там. И совсем скоро приложение wilso.com в App Store абсолютно бесплатно, само собой. Все для вас. Так, ну вы там подписывайтесь на Twitter еще чуть-чуть, наверное, да. Дадим просто, кто, может быть, не знает, как это сделать. Я думаю, вы рано или поздно должны разобраться, как работает эта самая вся фишка. И мы с вами непосредственно начнем наш конкурс. Начнем наш конкурс, и я расскажу вам, как это работает. Так, телефон сейчас, наверное, взорвется. Мне срочно нужна функция iOS 6. Не беспокоить, потому что это серьезный-серьезный такой плюшка-бонус. Так, вот кто-то шлет мне в Twitter идентификат. Ребята, слать его надо на почту. На wilso.com, собака.gmail.com. Там самая основная почта, которой я пользуюсь. Присылайте туда, и туда мы сегодня это все включим. Я, само собой, уже совсем скоро пойду... Пойду... Пойду качать эту самую iOS 6 бета для того, чтобы мы с вами совсем скоро на канале YouTube встретились, и это все сделали. Ну что ж, я думаю, не стоит больше тянуть кота за хвост. Кто хотел, уже зарегистрировался еще раз. Мы сейчас с вами прямо здесь, прямо в прямом эфире, разыграем ремешок TikTok Lunatic белого цвета и плеер iPod Nano 8 гигабайт. Значит, внимательно слушайте, что нужно сделать для того, чтобы принять участие. Для того, чтобы принять участие... Почему я всех отправил в Twitter? Все очень просто. Вы должны в Twitter написать любое сообщение с хэштегом VilsaTikTok. В одно слово. VilsaTikTok. Как пишется TikTok? T-I-K-T-O-K. В одно слово. Напишите, что хотите. Вот, что хотите, то и пишите. Для тех, кто только-только прибыл в Twitter, хэштег это решетка. То есть, пишите решетка и без пробелов пишите Vilsa, Y-W-I-L-S-A-T-I-K-T-O-K. И пишите, что хотите. Я хочу выиграть iPod. Я вообще там крутой. Я там, ты крутой. Все крутые. Молодцы. Всем удачи. Что хотите. Пишите прямо сейчас. А я рандомно выберу твит из этой вот массы с хэштегами. Соответственно, мы просто сейчас буквально зажмурюсь, листану туда-сюда несколько раз. И кто попал, тот и попал. Соответственно, человек просто прямо сейчас выиграет этот замечательный приз. Я надеюсь, что ему это все понравится. Так. Пишите, пишите, пишите. Еще раз с хэштегом. Вот кто-то пишет без хэштега. Обязательно пишите с хэштегом, потому что я просто сделаю выборку по хэштегам. И, соответственно, мы среди них и выберем победителя. Сделаем это случайно. Я вам сейчас покажу, как это будет выглядеть. Еще раз. То есть, смотрите, вот мой твиттер. Ой. А-а-а. А, это не мой твиттер. Тут все подвисло жестоко. Так. Сейчас, 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 сейчас. Ну, на самом деле, там просто столько людей подписалось, что твиттер, походу, все, кирдыкнулся. Да, он кирдыкнулся. Сейчас мы его закроем. Я не знаю, он вообще выдержит, потому что в телефоне, я вам сейчас покажу прикол, ребят. А-а-а. Сейчас вы увидите, как сейчас выглядит мой телефон. При этом, надо дать ему должное, он не завис. Это круто. Ну, вот, собственно, вот так это выглядит. Я не знаю, как среди вот этого что-то найти, но мы сейчас подключим компьютер. Я думаю, что компьютер, он все-таки побыстрее в этом плане. Он сможет выдержать весь этот наплыв. А телефон, наверное, сейчас разорвет просто на куски. Я так предполагаю, потому что происходит просто какое-то безумие. Ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры. Так, ну что, пишите, пишите, пишите. Я не знаю, я, наверное, его лучше выключу, потому что он раньше взорвется. Так, телефон, несчастный телефон мы отключаем. Я жду несколько минут, чтобы все вы разобрались. Еще раз пишем с хэштегом Vilsa.com. Вот так вот. Да, ну, твиттером меня завис клиент. Мы сейчас его принудительно попробуем завершить. Да, завершить принудительно и перезагрузить. Я просто пережду какое-то время, пока вы отправляете твиты, чтобы он как-то это все-таки переварил. Как-то это он все переварил. Так. Ну, вроде бы переварил. Смотрите, теперь я могу сделать поиск по хэштегу. Еще раз. Смотрите, вот вы можете сейчас увидеть, как он правильно называется, если вы что-то сделали неправильно. Vilsa.tiktok. Бэм. И вот ваши твиты с Vilsa.tiktok, да? То есть, соответственно, вот их много-много-много-много. Вы их пишете, пишете, пишете. А, да, писать можно сколько угодно, потому что у нас здесь будет ленту туда-сюда прыгать, и, соответственно, писать вы можете сколько угодно много. Так, я сейчас себя переключу на левый фланг. Да, вы сейчас должны меня видеть вот здесь в уголочке. И вот эта самая лента с Vilsa.tiktok. Блин, он опять завис. Я не знаю, как это будет работать. Но сейчас попробуем организовать, чтобы он отвис. Так, ну, нет, ребят, твиттер на айпаде просто не выдерживает наплыва хэштегов и прочее-прочее. Так, давайте, знаете как, еще буквально минутку я жду, и буквально, 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 буквально мы запускаем вот так вот твиттер. Все это происходит при вас. Еще раз. Запускаем поиск. А, он не работает. То есть он не работает уже прямо на старте от количества твитов и ретвитов. А, я знаю, что я сделаю. Я воспользуюсь... Знаете, что мы сделаем? Мы воспользуемся веб-мордой, потому что я думаю, что через веб у нас получится веселее. Клиент не выдерживает наплыва. Давайте... Не сейчас. Ага, не нашел. Сохрани. Сдается мне, что я забыл свой пароль на твиттер. Да, через веб-морду не зайду, потому что забыл пароль. Ну, ладно, бывает. Давайте попробуем вернуться к нашему твиттеру, который уже завис окончательно. Так, ладно. Еще раз пробую, захожу, и тот, кто попадется мне на глаза, вернее, я зажму ли глаза, тот и выиграл. Итак, поиск, 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 отвисай, отвисай, отвисай. А, не-не-не-не. Там народ уже активно пишет, да, 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 он отвис, он отвис, он, по крайней мере, что-то делает. Это уже большой прогресс по сравнению с тем, что было обычно. Так, в топах, между тем, поднимается тема No iPhone 5. То есть iPhone 5 не был представлен на этой конференции, и видите, как очень-очень... Более того, хэштег Вилс и ТикТок тоже в топах, ну, это очевидно. Боже, мы сейчас сможем прорваться среди этих... Я не знаю, как это организовать, слушайте. Твиттер просто тут же начинает виснуть. То есть он не выдерживает наплыва. Так, пробуем еще раз. Все при вас. Все делаю при вас, чтобы не было потом кривотолков, что я сделал что-то за вашими спинами. Ну, первый раз вы... Первый раз у меня получилось, но получилось ненадолго, потому что тут же все это отвалилось. Да, не держит твиттер клиент. Еще раз пробуем. Вообще, на самом деле, клиент твиттер для iPod... А, знаете, что у меня есть? У меня есть твитдек. Во, мы сейчас сделаем хитрее. У меня есть крутая функция, которая называется твитдек. Он более стойкий, на мой взгляд. Во, правильно. Мы не будем биться с этим несчастным твиттером. В качель. Мы сейчас запустим твитдек. Смотрите. Мы пропустим. Мы добавим... Добавим колонку с... Твитты, активити, с... Мы добавим сюда вилса... Вилса... Потому что условия конкурса родились как бы сами по себе, поэтому видите, да, что это все происходит внезапно. Но вот наша колонка добавилась, смотрите. Или она тоже зависла? Он тоже не тянет. Так, замечательно. Нет, он должен отвиснуть. Твитдек крутой, он должен отвиснуть. Нет, он тоже завис. Так, давайте внесем тогда какой-нибудь элемент неожиданности. Как бы это организовать-то лучше. Честно говоря, я не ожидал, что это просто зависнет. Я знал, что может быть тяжело. Потому что это реально тупо зависнет. Я не ожидал. Итак, нажимаю кнопку. А где? Да, вот он бился, тик-ток. Закрываю глаза. Буду подсматривать. Нет, он завис. То есть, зараза. Так, давайте попробую зайти через веб, наверное, да. Потому что, видите, приложение ни в какую не хочет работать. Надо вспомнить, блин, пароль, вы хотите сказать, да? Вот какой-то старый пароль недостаточно достойный. Так, а я же могу не регистрируясь в... Здесь я могу использовать поиск, да? Или не могу? Неверное имя пользователя. Ага, ресурсы, компанию, СМИ. Так, стоп. Но у меня есть еще, на самом деле, мой основной, другой. Личный, скажем так. Личный. Твиттер. Там, походу, твиттер даже повис. Ага, родилось. Ребята, родилось. Ага, сейчас мы через веб-морду решим этот вопрос. Так, хэштег. Вилсаком. Вилсатик-ток. Бэм. Да, работает. Ура, 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 ура. Значит, давайте так. Поскольку у нас морда родилась, мы сейчас будем это вот так вот чик-жик-жик-жвыкать. Значит, пишите свои твиты. Пишите свои... Топ. Не надо топ. Надо оу. Все твиты с хэштегом тик-ток. Вот они здесь. Последнюю минуту. Значит, продолжаем писать. Поскольку, чтобы не оказались обездоленными все, кто написал в первый раз. Соответственно, здесь идеология, что вы пишите, 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 пишите. Я в какой-то момент зажмуриваюсь. Говорю, выиграл ты. И вот выиграл тот человек, в котором мы ткнем мышкой. Поэтому пишите. Я буду вот это все вот так вот обновлять, 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 обновлять. Обновлять, 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 обновлять. Закрываю глаза. Я надеюсь, что все работает. Все, вы видите. Закрыл глаза. Я могу вообще отвернуться. Так, я просто смотрю, происходит ли обновление. Что-то обновление происходит тоже. Да, пишите не таймин. Но просто я хочу доказать, что это все как бы чистоганом происходит. Что мы здесь ничего не подтасовываем. Ничего у нас тут страшного, жуткого не происходит. Даже веб-морда, я так понимаю, зависла. Давайте еще раз обновим. Так, вот еще раз обновилось. Два раза двигаю вниз и трекаем. Так, раз, два. Я надеюсь, что кого-то я выбрал. Вот сюда поставил мышку. Смотрим, на кого я указал. И выиграл Киреев Кирилл, который написал... А, нет, стоп, мышка была... Блин, извини, Кирилл, я затупил. Я посмотрел сюда, мышка была где-то в другом месте. Дублируем функцию, потому что я не сориентировался. Еще раз. Обновляем, обновляем, обновляем. Я понимаю, что я сейчас на себя накликал гнев нескольких человек. Но, блин, сори, парни, я просто затупил. Так, двигаю мышку. Я не знаю, где она. Пускай здесь остается. Так, Александр Дронов выиграл. Все, просто первый раз у нас случился фейлтор, потому что я не туда посмотрел, куда у нас пошла мышка. Ну что ж, Александр Дронов выигрывает вот такой вот замечательный iPad Nano. Он выигрывает вот такой вот замечательный ремешок TikTok, который вместе образует классные часы. А главное, что в силу того, что у нас не обновился линейка iPod, то это последний iPod, который есть сейчас. Я, вы знаете, кстати, хотел купить iPod Touch. В смысле, ну, организовать iPod Touch конкурс. Но я решил, что Apple покажет новые iPod и, соответственно, как-то разыгрывать старый iPod Touch неинтересно. Поэтому iPod Nano как-то прикольнее. Ну, в общем, вот так вот, Александр Дронов, который с яйцом, я так понимаю, что зарегистрировался специально для этого конкурса. Нет, человек отправил 104 твита и 10 человек фолловит. Нам нужно теперь понять, фолловит ли он вилсаком, потому что это было одним из условий непосредственно этого нашего с вами конкурса. Ну, я думаю, что если он это сейчас читает, то, к минимуму, он это уже сделал, да? А мне нужно найти человека по имени и фамилии Александр Дронов. Александр Дронов. Найти. Ну да, человек меня фолловит, но это было бы странно, если бы так не произошло, потому что, я говорю, он бы уже это сделал раньше. То есть, видите, сверху написано, и человек вас фолловит. Так, ну, в общем, это здорово, это хорошо, это... А, ну, вот здесь, наверное, можно посмотреть, кого Александр фолловит. Вот такая у него классная картиночка. Ну да, вилса вот находится сверху. Ну что ж, поздравляем нашего победителя. Еще раз спасибо, что смотрели со мной презентацию. Презентацию в общем числом смотрело больше 6 тысяч человек, и всего на Ustream на сегодня, на сейчас, ее посмотрело более 40 тысяч человек, за что вам спасибо. Я надеюсь, что все хорошо, все работает. Опять же, я вижу, что тут люди пишут, отписываемся от канала и от Twitter, а вообще он козел, он не дал мне iPad, iPod, вообще не везет. Ну, ребят, я еще раз говорю, что мне, например, в таких конкурсах никогда не везет. Я при этом всегда участвую, ну, потому что почему бы нет, да? Но мне никогда, ни разу в жизни вообще не везло на вот такие вот фишки типа iPod и так далее. Но, как вы понимаете, это наш не последний конкурс, это не последний розыгрыш, и я буду проводить что-то подобное. А в ближайшее время я жду вас, конечно же, на канале YouTube. Подписывайтесь и туда, если вы еще этого не сделали. Ссылки есть в Ustream под этим видео, да? Там же еще, кстати, есть возможность сказать мне спасибо. Если вам понравилась эта презентация, вы можете отправить через Яндекс.Деньги, либо через Kiwi кошелек, кинуть 20, 30, 40, 50 рублей, сколько вам не жалко. Можете кинуть 150 тысяч рублей, пожалуйста. Все эти деньги пойдут в фонд поездки Wilsa.com на World Wide Developer Conference в Америку. Либо я поеду, может быть, в Америку в октябре-сентябре этого года на презентацию нового айфона. Посмотрим, как пойдет. Поэтому кидайте туда денег. Я за это вам скажу спасибо. Кроме того, там есть ссылка на канал YouTube. Подписывайтесь, потому что совсем скоро произойдет очень простая вещь. Я планирую перевести, наверное, ролик, который сейчас вышел про новый MacBook Pro. Я планирую снять презентационное видео про iOS 6 Beta. И, в общем, все для вас. Поэтому спасибо еще раз, что смотрели мою презентацию. Я считаю, резюмируя то, что происходило, я считаю, что Apple нас все-таки порадовала тем, что показала, сделала большой шаг в мире компьютеров мобильных. Еще раз, Retina на MacBook Pro это очень-очень большое достижение. Это очень здорово. Что касается то, что, может быть, не все, что мы хотели получить в плане iOS 6, не расстраивайтесь, потому что это только начало. Возможно, еще все-все-все будет показано вместе с новым айфоном. Потому что, ну, было бы странно, если бы сейчас все сразу показали. Так в React делается. Ну, и второй момент это то, что, конечно же, не обновили айподы. Но еще раз, следующая остановка это сентябрь-октябрь. Скорее всего, их обновят вместе с айфоном. Спасибо, что смотрели презентацию. Давайте я вам включу ту самую музычку, с которой начиналась наша презентация. И еще раз всем большое спасибо. Спасибо, что выбрали меня и компанию Apple. Несмотря на то, что параллельно шел интересный матч по футболу. От меня еще раз всем привет. У меня тут осталось чуть-чуть шампанского. Я пойду, не знаю, что сделаю, но мне уже что-то аж приплохело. Пока.